Робот Доброе утро Хочется получить информацию, все ли здесь, мне кажется, что не все Это, наверное, только три группы из четырех Я говорю в микрофон и думаю, что люди собираются из-за того, что я в микрофон говорю На самом же деле по WhatsApp пошла рассылка по всем экскурсоводам, что всех срочно собирайте в зале А я-то наивный, думаю, что все услышали Да, да, да Собирайтесь, коллеги, рассаживаемся У нас программа сегодня очень интересная, интенсивная, времени реально мало И в этой связи я, конечно, хочу начать, не дождавшись последнюю четвертую группу в полном составе Я хочу вас всех поприветствовать в Федеральном ресурсном центре по организации комплексного сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра И объявить о начале третьего заключительного дня конференции Который, собственно говоря, пройдет не только в Федеральном ресурсном центре, но, как вы поняли, уже по всей Москве по 11 площадкам Я думаю, что те, кто выбрали те площадки, которые им максимально полезны, близки их роду деятельности Я думаю, что никто не ошибся, потому что все площадки подбирались намечательно, аккуратно, осторожно и со знанием дела Ну, а те, кто приехали в Федеральные ресурсные центры, знают сегодняшнюю программу И эта программа... А, в конце будет не слышно И эта программа, она довольно насыщена Сначала я коротко расскажу о наших основных направлениях деятельности У меня осталось 15 минут на это, это мало После этого мы пригласим Кэрол Пови, которая расскажет о том самом подходе с ПЭЛ, который был заявлен в первый день В России появляются все новые и новые названия, аббревиатуры, подходы Я думаю, что это очень интересно И после этого в обеденный перерыв вы сможете, те, кто не успел познакомиться с работой с роботом Вы сможете это сделать Эта площадка, мы называем это подстаканник Наверху у нас стакан, такой стеклянный зал с круглой формой А это подстаканник Так вот, в подстаканнике будет продолжена работа с роботом И те, кто хотят еще в этом поучаствовать, будут иметь такую возможность После перерыва, в котором состоится кофе-брейк Он будет вот в Арбате, вот в том пространстве, которое до Атриума Пройдут мастер-классы в два захода По три мастер-класса в каждый заход Я думаю, что каждый из вас уже для себя выбрал, куда он скорее всего пойдет Кто выбрал? Вот половина зала выбрала, а половина зала еще думает Хорошо И, собственно говоря, завершится все здесь же в Атриуме Подведением итогов конференции И я с большим удовольствием сообщаю о том, что те регионы, которые нами сопровождаются Или которые хотят быть сопровожденными федеральным ресурсным центром Для этих специалистов будет консультация В первую очередь речь идет о тех, кто является представителями министерств И региональных ресурсных центров Речь идет не о практикоориентированных консультациях для специалистов А о системных консультациях, как построить систему помощи в регионе И здесь я уже знаю об этой инициативной группе Я думаю, что она составит примерно 10 человек Если кто-то из названных еще ко мне по этому вопросу не подходил Знайте, что в конце нашего мероприятия такая вещь состоится И вы получите информацию, то, что называется, из прямых, из кривых Из прямую информацию, это будет прямой источник информации И сейчас я уже приступаю непосредственно к теме своего сообщения Это даже не столько доклад, сколько рассказ о том, что у нас происходит Солнышко нам не смогло сегодня помешать слишком сильно Обычно бывает так, что когда солнце светит, то кружочков не видно Сегодня нам повезло, их видно И, как вы видите, в Федеральном ресурсном центре оформлено 8 основных направлений деятельности Некоторые с этими кружочками уже знакомы Все строится на нашей практической базе В ФРЦ существует 24, уже почти 25 лет За это время накоплен очень большой опыт работы с детьми И, собственно говоря, дети дошкольного возраста и начального школьного возраста Это то, с кем мы работаем в течение последних 25 лет И это наша база Вы сегодня посмотрели, походили Экскурсия была, позадавали вопрос специалистам Также это можно будет сделать, опять же таки, в конце Уже конкретно специалистам, практикам Все остальное является надстройкой В определенный момент было решено министерством Что Федеральный ресурсный центр будет именно на базе нашего центра Ну, в первую очередь это связано с накопленным, безусловно, опытом И наша главная задача, вот переходя от нашей базовой, основной деятельности К, так скажем, наиболее федерально-ресурсно-центровой Это как раз задача, связанная с сопровождением регионов Я напомню вам, коллеги, что у нас есть на портале Вот кто из вас был на портале Федерального центра Поднимите, пожалуйста, руки Да, вы там электронно регистрировались Вообще, это еще и полезный ресурс, на котором очень много всего хорошего Кроме электронной регистрации Поэтому там есть в меню раздел сопровождения регионов И в этом меню вы как раз увидите ту самую карту сопровождаемых регионов Которая расположена в левом верхнем углу И будет информация о том, сопровождается ваш регион или нет Если вы заинтересованы в том, чтобы он сопровождался, а он еще не сопровождается То тогда, пожалуйста, выходите с инициативой выше Если же, ну и как вы можете определить вообще, насколько ваш регион активен Во вкладке организации на портале Вот здесь эта вкладка находится, да, увидели ее Есть база данных по организациям Интерактивная база данных с системой фильтрации И вы можете посмотреть Если на карте вы ставите свой регион Выбираете совершенно любой Ну, например, давайте Белгородскую область поставим И кликнем показать И сразу же можно понять, что Белгородскую область Федеральный ресурсный центр сопровождает Потому что организации, с которыми мы работаем Мы работаем через региональный ресурсный центр С этими организациями Эти организации отмечены И я вас призываю, вот всех, независимо от того Сопровождаетесь вы или нет На портале регистрировать свою организацию Это очень важно в информационно-аналитическом плане В чем заключается это самое сопровождение О котором я говорю Оно заключается в четырех основных позициях Первое Это помощь региону в разработке межведомственного плана Собственно, карты мероприятий Годорожной карты мероприятий По развитию системы помощи Это помощь в развитии сети региональных ресурсных центров Это обучение специалистов И это консультации для родителей В том числе и интенсивные консультативно-диагностические курсы Вот эти четыре основных направления Это то, что мы делаем, сопровождая регионы Чуть-чуть побольше о каждом из них Давайте про обучение специалистов Кто из вас был на наших курсах повышения квалификации когда-либо? Довольно приличное, я бы сказал, число участников Но на самом деле мы проводим систематические курсы повышения квалификации Как в рамках нашего государственного задания, так и на внебюджетной основе И у нас сейчас на базе ФРЦ действуют три основные программы Одна программа называется психолого-педагогическая коррекция Обучение детей с расстройствами аутистического спектра Это стартовая вводная программа вообще для всего остального Вторая программа, она посвящена диагностике и ранней помощи Поэтому те, кто работают с детьми до четырех лет Эта программа будет максимально полезна И третья программа, которую мы только что разработали Это программа по тьютерскому сопровождению Вы увидели в первый день на конференции дефициты Именно в плане тьютерского сопровождения Чтобы их восполнить, мы планируем эту программу запустить в следующем году Будет она запущена через региональные министерства Которые рассылают информацию, обучают специалистов из региональных ресурсных центров Которые потом распространяют эту информацию дальше в регионе Что касается программно-методического обеспечения Я говорил об этом, поэтому очень коротко об этом В плане программно-методического обеспечения Принципиально важно мы делаем две вещи Первая из этих вещей это разработка и апробация программы дошкольного образования Вы знаете о том, что вчера прошел круглый стол по этой теме И впервые все вместе апробационные регионы и площадки встретились в одном месте К концу года будут известны результаты этой апробации Будет доработанная программа, которую в 2019-2020 году Вы уже сможете полноценно использовать в своей работе И очень мощная группа специалистов работает над разработкой программы С 5 по 9 класс Это основное общее образование К концу этого года проект программы будет завершен И дальше также предстоит апробация Если вы чувствуете в себе силы и уверенность в этом плане И хотите попробовать поучаствовать в апробации Если вы регион, с которым мы давно работаем И видим, насколько ваша работа эффективна И мы знаем, что апробацию вы проведете, скорее всего, успешно То мы можем работать с вашим регионом в части апробации И делать эту заявку Сообщить нужно будет нам тогда об этом Следующий момент связан с консультативно-диагностической деятельностью Мы совсем недавно открыли новую форму Это формы консультации для специалистов и родителей по скайпу Эта форма сейчас только запускается Раньше у нас была консультация по электронной почте По телефону И был консультативно-диагностический интенсивный курс для родителей Кто попал в группу Сергея Николаевича Панциря Который вел экскурсию Это как раз руководитель нашей консультативно-диагностической службы И здесь важно, что если регион испытывает трудности Например, ПМПК или региональный ресурсный центр С маршрутизацией ребенка Вы можете нам прислать запросы направления С согласия родителей Родители приезжают В течение недели получают грамотные консультации специалистов Проходят оценочные процедуры После этого даются рекомендации Рекомендации подробные Это не описка Это подробный перечень специальных образовательных условий Который нужен будет ребенку И с этим пакетом документов Родители едут обратно И специалисты могут Используя эти рекомендации Выстроить систему помощи с ребенком Что важно сказать? Важно сказать о том, что Мы тоже сейчас только-только начали это делать Мы не отдельно обучаем специалистов А мы стараемся сделать так, чтобы Специалисты, обучаясь по программе И примерно в эти же сроки Приезжали бы родители с детьми На консультативно-диагностические курсы Таким образом Та программа и те рекомендации Которые получает семья Специалист, приехав на обучение Понимает, как это реализовывать там Такая форма Она на самом деле максимально эффективна И если от ваших регионов Будут направляться семьи Будут привозить вам программу И будут вам привозить Этот перечень спецусловий То вот вы можете попасть на наш курс Повышение квалификации И эта работа Она будет максимально сцепленной И максимально эффективной Что касается Скайпа Иногда специалисты стесняются Иногда родители стесняются Стесняться не надо Если у вас есть какой-то вопрос Мы скоро дадим информацию на портале В виде новости О том, что по Скайпу Будут консультации проводиться По такому-то дню Ну и здесь понятно В порядке очередности Кто первый кликнул Скайп Федерального ресурсного центра Начиная с обозначенного времени Тот попал в эту самую консультацию онлайн Я думаю, что у вас есть немало вопросов Которые вы могли бы там задать Ну и это все Мы с удовольствием На эти вопросы Будем стараться ответить Что касается информационно-аналитической деятельности Здесь, конечно, ключевая роль Это портал Федерального центра Безусловно, это журнал аутизма Нарушения развития И, безусловно, это те мониторинги Которые мы проводим совместно С Министерством просвещения Те картинки, которые вы увидели В первый день конференции Они стали возможны Только благодаря совместным мониторингам Которые сейчас проводятся Федеральным ресурсным центром Вместе с Минпросом Научные исследования Это три в настоящий момент Ключевых проекта На будущий год будет четыре Про АДОС уже слышали Не все В конце этого года Будут результаты Апробации методики АДОС Которая позволяет С достаточно высокой степенью Безошибочности Определить диагноз у ребенка Он в спектре аутизма или нет И этот документ Эта аналитическая справка По результатам этого проекта Будет предоставлена Министерству здравоохранения Которое будет понимать Что эту методику Использовать в условиях России Можно Она валидна Она чувствительна И специфично выявляет Именно детей с аутизмом А не всех подряд Следующий момент Это разработка методики Оценки жизненных компетенций Кто-то об этом уже слышал Мы готовим методику Которая будет включать протокол Из 75 страниц Детально разобранных Жизненных компетенций И благодаря этому протоколу Вы сможете оценить Жизненные компетенции Ваших обучающихся И разработать Индивидуальную программу Он будет опубликован В виде такой же книжечки Методических рекомендаций Которые вы получили В раздатке И со временем Он будет доступен В электронном виде А мы же в то время Будем собирать базу по России Для дальнейшей апробации И его совершенствования Поэтому следите Тоже за нашими продуктами Он может быть максимально полезен В вашей работе Что касается проекта Который намечается Я уже сказал И больше много Об этом говорить не буду Мы планируем запустить проект Посвященный исследованию Эффективности методов Которые существуют В настоящий момент На планете Земля И используются в России Это очень непростой Трудный проект Мы за него возьмемся И мы сделаем стандарт Описания методов Единой Чтобы можно было Дальше определить Эффективность этих методов Про консультативно-диагностическую деятельность Я сказал коротко Еще раз напомню Скайп-связь И вы получаете Довольно компетентную информацию Что касается Вообще связи С Федеральным ресурсным центром То Я открою портал снова На какой бы странице портала Вы не находились С правой стороны Есть вкладка Задать вопрос Видите ее, да? Вот эта вкладка Задать вопрос Вы просто на нее кликаете И дальше задаете тот вопрос Который вас интересует Большая просьба Задавать вопросы Очень конкретные Для того, чтобы на них Можно было конкретно ответить Вопрос из разряда Как же мне организовать помощь Для ребенка Который недавно Пришел к нам в центр Это вопрос Слишком абстрактный Для того, чтобы Ответить на него По электронной почте Тогда лучше пользоваться Скайп-связью Хорошо, да? И здесь кружочки Последнее важнейшее направление О котором я еще не сказал Это направление Социо-культурной интеграции Кто был вчера На завершающей стадии конференции Когда обсуждали проект резолюции Поднимите, пожалуйста, руки Да, тогда вы знаете о том Что Федеральный ресурсный центр Реализует ключевые проекты По социо-культурной интеграции С разными музеями Это лидирующие музеи в России В их числе и Пушкинские музеи В их числе и музей Царицына И многие другие И суть такого проекта Заключается в том Чтобы в этих музеях Выстраивались адаптированные Вот эти самые музейные программы Для лиц раз Которые будут включать И социальные истории И сенсорно-щадящую среду И размеренный тон Экскурсовода И многие-многие-многие другие вещи Таким образом Реализуя вот этот совместный проект Мы понимаем, что Наши дети в Федеральном ресурсном центре Они получают непосредственную пользу Они ходят в эти музеи И после этого происходит Некоторый постпродакшн Они свой социальный опыт В виде плакатов И в виде видеороликов Формируют И дальше это все просматривают Им это очень все нравится Социальный опыт Аккумулируется И обобщается Что касается музеев То они получают Максимальную пользу И накапливают опыт Взаимодействия с детьми С расстройствами Аутистического спектра И важно сказать Уже, наверное, в заключении Моего выступления О том, что все, что мы делаем И все, что вы сейчас услышали Наша задача Имея практические наработки Дальше проверять их эффективность И транслировать Кстати говоря В том числе робота Сейчас мы роботы только пробуем Это наши первые шаги Вы эти шаги увидели Понимаете Что они могут быть эффективными Все это следует Изучить Исследовать И доказать И возможно Когда-нибудь будут Методические рекомендации И по использованию роботов В работе с детьми С расстройствами аутистического спектра А вот что касается Социокультурной интеграции И музейных программ То лидер Руководитель этого направления В центре Под его руководством Сейчас тоже готовятся Методические рекомендации Это, конечно, социокультурный блок Он невероятно важен Мы все это хорошо понимаем Есть ли ко мне какие-то вопросы? Все, наверное, будет уже позже В индивидуальном режиме По деятельности ФРЦ Многое понятно? Стало понятнее Да, хорошо Если останутся какие-то вопросы Можно ко мне подходить В течение дня Можно подходить в течение дня К нашим коллегам И узнавать то, что вас интересует Вас, как всегда, в конце дня Ждет небольшой сюрприз Те, кто уже были на мероприятиях ФРЦ и на наших конференциях Знают, какой примерно Поэтому, если у вас будет возможность Дождаться окончания мероприятия Я думаю, что это будет для вас полезно и интересно У меня на этом все Спасибо вам большое Я же с большим удовольствием По программе у нас сейчас Как я и обещал Выступление Кэрол Пой Марина Алексеевна, я ничего не путаю Ничего не путаю И Кэрол стоит на сцене напротив меня У нас две сцены Я приглашаю Кэрол с большим удовольствием К микрофону И мы сегодня чуть больше узнаем О подходе с ПЭЛ Как я уже и сказал Кэрол, а вам еще раз большое спасибо За то, что согласились так активно Участвовать в конференции Федерального ресурсного центра Передаю микрофон Данила, а у нас есть второй? Кэрол Спасибо, спасибо Я ждала Егене просто получает презентацию Из моего бака В английском Потому что я хочу Посмотреть в английском Он будет на его стороне Можно ли вы начать сейчас Или без Егена Это будет тяжело Это будет довольно тяжело Окей Доброе утро Всем участникам Очень рада Тому, что я сейчас здесь И какое прекрасное у вас здание Сегодня я хотела бы поговорить О подходе с ПЭЛ Это практический подход К обучению детей и взрослых В наших службах сопровождения Было крайне интересно Ознакомиться с вашей работой Мы сейчас были на экскурсии И было интересно Посмотреть на то, как вы работаете И все, что я видела Многое из того, что я видела Это хорошая практика Работы детей с РАС И все это используется В Федеральном ресурсном центре Очень рада, что у нас Одинаковая точка зрения На то, как правильно Заниматься с детьми С аутизмом Я думаю, что вы уже слышали Мои выступления до этого Я из Национального общества аутизма И мы преобразуем жизни Наших людей С целью решения Основных жизненных трудностей Сопровождения их На всем их жизненном пути И мы стараемся изменить Отношения людей Обычных людей А также представителей Правительства, бизнеса И специалистов К людям с РАС Это первая часть Я буду концентрировать на сегодня На сегодняшний день А сегодня я поговорю о конкретных заданиях которые мы решаем, а с тем, чтобы помочь людям сразу. В 1965 году первая школа в мире открылась у нас. И по инициативе родителей. И с тех пор, с самого первого дня, именно инициатива родителей помогала нам вести нашу работу. Сейчас у нас 8 школ. И 4 центра в обычных школах общеобразовательных. И мы пытаемся, как и Федеральное ресурсное центре, дать пример того, что есть хорошая практика, чтобы другие люди могли копировать и мы могли поделать эту практику. И мы работаем так же, как и здесь, в Федеральном ресурсном центре, стараясь предоставить пример того, как должна строиться работа с детьми с РАС, с тем, чтобы другие люди, специалисты приходили, знакомились и, соответственно, получали такой опыт. Для тех, кто может читать на английском языке, я рекомендую обратиться на наш сайт. Там находится очень много ресурсов. От себя добавлю, что есть функция автоматического перевода в страничках, так что можно почитать и тем, кто не умеет читать на английском. Ура, у нас новые картинки. Вот наш веб-сайт, пожалуйста. Хотела бы спросить, кто в данном зале учитель, специалист, работающий с детьми? Много. А есть ли здесь родители? У нас есть родители? Некоторые родители. Окей. Одна из других вещей, где мы можем дать поддержку для родителей, это через наши бранчки. У нас есть 115 бранчки в Европе. Они очень-очень важны для дать поддержку для родителей, только после диагноза, это время, когда родители очень виноваты и нужны хорошую информацию и хорошую поддержку. У нас в нашем обществе есть 115 подразделений по всей Великобритании, где мы предоставляем информацию родителям в сложный период их жизни, с тем, чтобы они могли обмениваться информацией и приходили, получали поддержку и сопровождение. Извините. Извините. Хорошо. on your journey One of the things that we often say is when you've met one child with 아티 либо you've met... one child with autism.. Часто мы говорим следующую фразу, если вы познакомились с ребенком с раз, вы познакомились с одним ребенком с раз. Прежде всего учитель должен познакомиться с ребенком, понять его особенности и уже на основе информации выработать подход, который будет использован с каждым отдельным ребенком. Мы не используем никакого единого подхода, просто потому что каждый ребенок уникален. В наших школах мы используем ABA, но не в полном объеме. Также мы используем социальные истории. Мы используем сертификаты. Мы используем сенсорную регуляцию, сенсорные диеты. Мы используем подход teach и другие стратегии. И также зоны регуляции, где каждый ребенок может понять, какие у него в данном случае особенности. И каждый учитель создаёт комбинацию подходов с тем, чтобы как можно лучше построить работу с каждым отдельным ребенком. И в целом наш подход мы называем подход SPELL. И это сделано первым структурой. Так что структура очень важна в том, как мы работаем. Первое это S – структура, то есть самое главное – структурный подход в работе. Второй момент – это позитивный подход, то есть вся работа должна быть построена в позитивном ключе. Эмпатия. Понимание того, как ребенок или взрослый с рас видит мир, то есть каким им кажется мир с их точки зрения. И самое главное, что мы не навязываем наш способ мышления, наши ценности этому конкретному ребенку. Снижение, раздражение, возбуждение. Мы поговорим об этом позже более подробно. В данном случае я хотела бы обратить внимание, что мы постараемся понять сенсорную особенность каждого ребенка и выстроить его профиль таким образом, чтобы лучше его понимать. И последний пункт – это связи с окружающим сообществом, со специалистами, со всем окружающим миром. Говоря о структуре, прежде всего нужно понять, из каких элементов она должна быть построена в отношении каждого ребенка. Мы используем карточки ПЭКС. Мы используем ТИЧ, визуальное расписание, визуальные проверки. А также мы выстраиваем окружение с тем, чтобы эта среда подходила ребенку. У каждого урока должно быть четкое начало, середина и окончание урока. Мы одинаково и начинаем, и заканчиваем наш день. Мы работаем с самыми разными людьми. Самыми разными детьми. Начиная от детей, у которых сложные поведенческие особенности, низкая обучаемость, которые не могут говорить. Right the way through to some children and young adults that we work with, who are very, very bright and follow a mainstream secondary curriculum, but in our school. А также мы работаем с детьми и молодыми взрослыми, которые по-настоящему прекрасно учатся и справляются с программой. То есть у нас совершенно разные, и дети, и молодые взрослые находятся на нашем обучении. И не только специалисты у нас тренированы с тем, чтобы понимать потребности ребенка. А также еще и обслуживающий персонал, например, уборщицы. Их всех тренируют с тем, чтобы они знали об этом. So every staff member would have access to not just the child's education files, but a quick one-page profile that tells you about the child really quickly. У всех сотрудников есть доступ не только к образовательному профилю ребенка, но также есть информация о одностраничном профиле с описанием его поведенческих особенностей. Вот я хочу показать пример этого профиля на одну страничку о том, где рассказывается о ребенке. So this is a simple profile that we would have for all of our pupils and all the people who live in our services. This is of me, of course, because I wouldn't show. Там есть профиль такой о всех людях, вовлеченных в работу наших служб, наших школ. Даже есть мой профиль такой, но я вам его не покажу. Нет, показываю как раз. Что мне нравится в людях, что не нравится, и как достичь лучшего для меня, как оказать поддержку. Таким образом, каждый сотрудник может быстро просмотреть, здесь не так много, не займет много времени. Изучение информации с тем, чтобы как можно лучше построить коммуникацию. Вот, например, насчет меня сказано, что я лучше всего работаю утром и не люблю, когда мне звонят поздно вечером. Поэтому, в общем, пожалуйста, не звоните. Несколько визуальных структур. Начало деятельности, середина и приближение к окончанию. У нас есть таймеры в форме яйца. И, конечно, это все должно быть выбрано в соответствии с уровнем развития ребенка. И, конечно, сейчас у всех детей у нас телефоны, и многое можно сделать с его помощью. Есть символы изменения, переход в другой класс, переход в другую зону. Конечно, нашим детям с РАС очень сложно все эти изменения, поэтому необходимо такие моменты обозначать. А следующее – это позитивный подход. Создавая одностраничный профиль каждого ребенка, мы начинаем с того, какие же есть преимущества у данного ребенка, что он умеет хорошо делать, какие у него интересы. И что людям, которые работают с данным ребенком, нравится в этом ребенке. Крайне важно выстроить, помочь укрепить самооценку ребенка. Дело в том, что к нам в наши школы дети приходят часто после долгой сложной истории, их иногда исключают из предыдущих школ. И эти дети чувствуют себя неловкими, что они неправильно себя ведут, чувствуют негативные отношения. В общем, много сложных эмоций. В связи с этим мы начинаем именно с позитивного подхода. И всегда перед началом любого урока или любого задания мы ставим себе цель понять, что ребенок может достигнуть, к какой цели он может прийти в конце выполнения задания. И очень важно выстроить круг успеха, особенно в отношении детей, у которых так часто все не получалось. Мы стараемся выявить то, что важно для ребенка, что им нравится делать и что у них хорошо получается. И могут ли они принять на себя ответственность за что-либо? И еще одна сторона нашей работы – это установить прочную коммуникацию с родителями, с тем, чтобы они получали отчеты о своем ребенке в позитивном ключе. Дело в том, что родители таких детей тоже получили много негативного опыта и нуждаются в нашей поддержке. Они могли часто слышать, что ребенок не ведет себя неправильно, не слушается, не делает, не учится. И они тоже, получается, подвергались определенным травмам. И могут вести себя неправильно, иногда агрессивно, но это все обусловлено причинами. Есть стратегии, как успокоиться, то есть не просто говорить «успокоиться», а делать это по определенной последовательности. Здесь вот слева у нас значок «злой», потом написано «уходи» куда-нибудь в уголок, далее значок «досчитай до десяти», далее пойду в мое любимое тихое место, затем нарисую несколько картинок, и последний значок «зеленый» успокоился. То есть не нужно говорить ребенку «успокойся», «не будь злым», а нужно предоставить определенную позитивную стратегию с тем, чтобы он знал, как это нужно сделать, как к этому подойти и сделать это как раз наиболее мягким образом. Здесь мы передвигаемся к эмпатии. И сейчас здесь важный вопрос, каким образом наши ученики могут сообщить нам, что же для них важно, что они чувствуют, как они могут передать нам свое сообщение. И таким образом еще важно выяснить, как избежать перегрузок, вспышек ярости, чрезмерного стресса, и как поддержать ребенка в данной ситуации. И какие виды поддержки могут быть использованы, если у ребенка начинается подобное состояние. Как обращаться с его сенсорными потребностями, эмоциональным благополучием. И как помочь им справляться с собственными эмоциями. И все это изучают наши специалисты, они изучают поведенческие особенности каждого ребенка. И даже у детей, у которых кажутся прекрасные языковые и коммуникативные способности, не могут объяснить, как они себя чувствуют эмоционально. И вдруг неожиданно мы видим огромную вспышку ярости, а все вокруг говорят, да, в общем, ничего не предвещало, все с ним было хорошо. Но хороший специалист обратит внимание на небольшие сигналы изменения в поведении, может быть, какие-то физические знаки, которые этот ребенок может подавать. Возможно, мы все в целом замечаем, насколько нам самим сложно оценить то, как мы себя чувствуем в такой период тревожности и стресса. И если ваш партнер вас бесит, и потом говорит, а почему это ты в плохом настроении, вы говорите, нет, все хорошо. А мы ведь обычные люди и в целом способны оценить наше эмоциональное состояние, состояние окружающих людей. Если у вас нет возможности понять то, что вы чувствуете, то тогда как раз и невозможно объяснить, откуда взялась такая реакция. Далее переходим к снижению возбуждения. Сначала, прежде всего, нужно оценить окружающую среду. Чисто ли, много ли пространства? Как с освещением? Часто детям сразу трудно под флуоресцентным цветом. Я 30 лет назад перестала пользоваться духами. Сильные запахи могут раздражать, поэтому в наших центрах практически никто не пользуется духами. Мы проводим сенсорную оценку с тем, чтобы выстроить сенсорный профиль. Большинству детей необходимы сенсорные перерывы в течение периода обучения. Нам нужны, и у нас есть большое количество сенсорных коробок по всей школе. Я была рада и заинтересована тем, что здесь у вас много как раз сенсорных элементов. И ребенок может использовать все это с тем, чтобы успокоиться. И я была рада увидеть, что у вас разные существуют утяжелители. Дело в том, что каждый ребенок уникален, и всем им нужны разные виды утяжелителей для того, чтобы успокоиться. У меня была одна ученица, даже девушка, уже во взрослом возрасте. Она вообще не могла отвечать, общаться, если только ее не связывали чем-нибудь, чем угодно полностью. Это, конечно, было опасно. Но сейчас с одеялами, утяжелителями, я имею в виду, связывать опасно. А вот утяжеляющие одеяло, это как раз то, что нужно. Я надеюсь, кто-то из вас видел первый фильм в первом дне выступления. Сейчас я хотела бы показать вам второй. Надеюсь, что это работает. Он рассказывает о том, как человек справляется с сенсорной перегрузкой и с изменением ситуации. Те же самые проблемы, в которыми сталкивается ребенок, они как раз и сопровождают его во взрослой жизни. Вот об этом будет и фильм. Субтитры создавал DimaTorzok 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 В конце фильма была фраза Субтитры создавал DimaTorzok Мы снимали этот фильм, и затем она увидела его и расплакалась. Как раз фильм, она сказала, просто идеально отражает то, как я себя чувствую каждый день. И она рассказала нам о том, что случилось на ее станции железнодорожной рядом с ее домом. О сотруднике, который там работает, который продает билеты. Таким образом, если, допустим, отменяются поезда, или задерживается, и она расстраивается. И этот сотрудник оказывает ей помощь, то есть в таких случаях она к нему приходит, он ей все подробно объясняет, старается ее успокоить, и она говорит, он прекрасен. То есть просто небольшие поступки могут внести большую разницу в жизнь таких людей. И мы приходим к пункту связи. И, конечно, самая важная наша связь, это с родителями. И главное, то, чтобы родители начинали с нами работу с самого начала, с первого дня поступления ребенка в школу. Обязательно нужно обсудить ваши общие ожидания. Нужно создать такое ощущение у родителей, что какая бы проблема ни возникла в вашей школе, все будет улажено, урегулировано. Дело в том, что у таких родителей очень много негативного опыта, их исключали, и, может быть, из нескольких школ даже. И поэтому нужно изменить ситуацию, хотя бы отношение к ней. Но, конечно, жизнь не так же. И, знаете, все будут задерживаться, будут трудности. Поэтому нужно обсудить обязательно общие ожидания и ожидания того, что может предоставить школа. Конечно, не всегда происходит так, как мы хотим. Не всегда все идет идеально и гладко, бывают и неудачи. Но все равно необходимо это учитывать, конечно, наши общие ожидания. Вам нужно с самого начала понять, как разбираться со сложными моментами. Например, если ребенок может поранить себя или бьет других людей, необходима связь с родителями, с тем, чтобы понимать, как с этим справляться. И важно понимать, какая обстановка дома, что у них происходит, и как это будет влиять на ситуацию в школе. И каким образом передавать информацию по всей школе специалистам об этом. Самое главное – установить прочные связи внутри школы, и это будет ключ к успеху. Я сейчас поговорю об учете энергозатрат, что я считаю очень интересным. Потому что одна из вещей, которую мы видим в многих аутистических детей, это они только имеют… И это не физическая энергия, это часто касается эмоциональной энергии. Они только имеют определенную способность, чтобы распространять эмоциональную энергию. У детей с рас, мы говорим здесь не о физической усталости, а о затрате энергии эмоциональной. Так как некоторые задачи отнимают у них энергию, нужно понимать, как с этим обстоит дело у ребенка. Один человек говорил, у него хороший день, у него много ложек. И когда что-то идет не так, то он теряет ложки. Допустим, ко мне не пришел мой сопровождающий специалист, и он скажет, у меня осталось всего одна ложка. Это похоже на учет энергии у аутиста. И когда все идет не так, все не ладится, ребенок потеряет, будет терять энергию. Если подумать о батарее энергии ребенка с рас, И, конечно, такие дети трудом переносят то, что они совершили ошибку, любые изменения, перемены. Когда все вот эти плохие вещи случаются в течение дня, у них кончится энергия. И нужно ее восполнить. Это может быть, допустим, побыть в одиночестве, заняться интересными вещами. Очень полезно будет научить пользоваться этим процессом, то есть обучить их, чтобы они понимали, что у них отнимает энергию, какие действия, а какие помогут ее восполнить. И те, кто с ними работают, часто говорят, что если они опустошены энергетически, имеется в виду эмоционально, то таким образом это приведет к проблемам в психическом здоровье. И если такое часто происходит, то, соответственно, приводит к таким результатам. Я понимаю, что это такая сложная концепция, но она очень полезна и хорошо работает. А сейчас я хочу поговорить о тревожности. Те дети, которые приходят к нам в школу, у них очень высокий уровень тревожности. В нашей школе у детей психические проблемы и в основном это тревожность, около 70%. Очень важно понимать, что даже если ребенок выглядит спокойным, внутри он может разрываться от тревоги. И важно разработать активные стратегии с тем, чтобы они умели справляться с состоянием тревожности. Такие стратегии должны быть под рукой в любой среде окружающих людей и детей с раз. То есть окружение и среда должны быть дружелюбными по отношению к ребенку или ко взрослому. Я говорила уже о том, что все должно быть чисто, просторно и окружающие специалисты и люди должны быть спокойны. И когда ребенок начинает понимать, что он теряет контроль над собой, им нужно понимать, что кто-то еще имеет этот контроль. Таким образом окружающие сотрудники должны выглядеть спокойными, вести себя спокойно и удерживать себя от эмоциональных вспышек. Даже если даже очень трудно. А сейчас поговорим о реактивных стратегиях. Например, если кто-то начинает выходить из себя, терять терпение. Таким образом нужно сразу же постараться отвлечь ребенка с тем, чтобы вернуть ему позитивную энергию. Нужно понизить речевую активность, начать говорить простыми словами. И позаботиться о том, чтобы все остальные люди покинули окружающую среду. Сделать окружающую среду максимально тихой и спокойной. И убедитесь в том, что ребенок занялся деятельностью, которая ему поможет в этой ситуации, заинтересует его. Может заняться своим любимым делом. Или побыть наедине с самим собой, или побыть на улице. Наверное, вот смотря на мой опыт пребывания в России, вы, наверное, не часто выходите на улицу. А у нас в стране все время дождь идет. Ребенку нужно обновить свою энергию, набраться ее, с тем, чтобы он снова начал хорошо чувствовать. Пожалуйста, вопросы. Все, что я хотела рассказать о стратегии. Может, у нас есть время для вопросов? Да, хорошо. 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 Можно один на двоих тогда, да? Можете поднимать руку, я вам микрофон дам. Да, мне есть целых пять минут. Если заинтересовались, то задавайте вопросы. Вряд ли мы пригласим Кэрла раньше, чем через год. Еще раз. Кэрл, у меня вопрос. У меня вопрос. I have a question. Ну, только на русском, да. Лучше на русском, чтобы в трансляции понимали, если будем задавать. Вот вы, если вернуться к вот этой карточке, одностраничному профилю, он используется именно в ваших школах, в школах National Artistic Society, или это, в принципе, в школах, ну, для специальных школах или в общеобразовательных школах он тоже используется? Насколько он распространен, в принципе? Мы используем это во всех наших школах, и, конечно, службах сопровождения взрослых, и персонал тоже, у всех членов персонала и сотрудников есть собственный одностраничный профиль. Мы все должны делать одно и то же. Это очень важно. Например, решаю я посетить нашу службу сопровождения, ну, любую, любое наше подразделение. Я отправлю им свой профиль. Чтобы все знали, чего ожидать, что я за человек. Конечно, это используется в нескольких школах, это в основном школы специализированные. Одна из сложностей, с которыми мы сталкиваемся, это быстрая ротация, то есть люди приходят и уходят постоянно. И поэтому часто возникает такая ситуация, когда новый специалист не знает ребенка или знает его недостаточно хорошо. И нужно понять, как быстро снабдить их самой необходимой, хотя бы начальной информацией. Максимально четким образом, чтобы не было никаких ошибок. Дефектолог Город Рязань. Тищенко Вера. Подскажите, пожалуйста, учатся ли ваши дети в простых школах или все-таки это специализированное обучение? Мы управляем специализированными школами. И четыре подразделения, связанные с общеобразовательными школами. Дети, с которыми мы работаем, они очень сложные. Но большинство детей с РАС в Великобритании находятся в обычных школах. И мы предоставляем обучение специалистам с тем, чтобы они могли понять, что из себя представляют дети с РАС. И у нас также есть особые школы для детей, у которых целый набор ограничений здоровья. То есть у нас несколько вариаций, вариантов школ и целый набор. И это все связано с тем, что каждый ребенок уникален, обладает своими собственными особенностями. Кэрол, тогда у меня вопрос. Он связан вот с чем? С моей точки зрения, я немножко знал Аспел раньше и сейчас чуть-чуть подробнее. И мне показалось, что это довольно комплексный подход, который объединяет знания и различные эффективные методы, в том числе метод структурированного обучения, знания о сенсорных особенностях детей, важное взаимодействие с родителями. То есть все ключевые компоненты объединены в этом подходе. И в этой связи вопрос такой. Вот для того, чтобы обучиться и быть специалистом, профессионалом в области использования этого подхода, есть ли какая-то система сертификации, специального обучения? Или он более доступен и каких-то жестких требований нет? Конечно, наш подход, он структурирован и всеобъемлющий, и очень полезен в применении. И самое главное в этом подходе, то, что он может подойти практически каждому. Его можно адаптировать в соответствии с потребностями. Национальное общество аутизма имеет большой штат, это 3,5 тысячи сотрудников. И мы всем им предоставляем обучение в рамках подхода SPEL. А также мы предоставляем обучение и внешним сотрудникам, то есть не только у себя в школах, но и всем другим заинтересованным людям. К нам много приходит, много обращений, и мы проводим обучение. Это все-таки система сертификации? В итоге люди получают сертификаты о том, что они профессионалы? У нас нет аккредитации, то есть мы выдаем что-то вроде сертификата нашим сотрудникам, но мы не имеем права, то есть не получили еще аккредитацию на то, чтобы проводить лицензированное обучение. У нас есть такие общие программы обучения с университетом, а на высоком уровне, и там мы предоставляем какие-то сертификаты по окончании. Но не все наши сотрудники обучаются на таком высоком уровне. Понятно. Ну, то есть нет особо жестких требований к применению этого подхода практиками? Нет, жестких требований нет. Это очень хорошо, и я думаю, что для многих полезно. Это не ограничивает широкие возможности использования метода. Подход хороший, и он широкий, всеобъемлющий, не узкий. И еще один вопрос. Есть вопросы в зале, коллеги? Может быть, я занимаю время чьего-то на свои вопросы? Тогда вопрос еще один, связанный уже не с этим подходом, а с тем, как происходит распределение детей с расстройствами аутистического спектра по разным организациям. Как для них выбирается маршрут? Пойдет ли он в общеобразовательную организацию, инклюзивную школу, или он пойдет в специальную школу? Как осуществляется эта маршрутизация? Когда ребенок получает диагноз аутизм, или признается, что у него особые образовательные потребности, для него выстраивается особый план в плане образования и здоровья. В этом плане будет прямо прописано потребности ребенка. Допустим, там может быть написано, что ребенку нужно обучение в специализированной школе. Или, допустим, может быть сказано, что ребенок может обучаться в обычной школе, однако ему нужны дополнительные часы логопеда или любого другого специалиста. Как только мы получаем такую бумагу о том, что по закону этот ребенок имеет право на такой маршрут, то документ для семьи приобретает необыкновенное значение. Это очень мощный документ. Одна из услуг, которые мы предоставляем семьям, мы можем выделить волонтеров, которые помогут семьям пройти через весь этот процесс тем, чтобы получить эту бумагу. Наши волонтеры понимают все особенности закона об образовании. И могут помочь семьям получить максимально, получить как можно лучшую программу образовательную для своего ребенка. А также мы сотрудничаем с компанией юристов, которые пользуются большим авторитетом. И мы даже, если, допустим, родители крайне заинтересованы с тем, чтобы ребенок получил максимально подробный образовательный план, мы обращаемся к этим юристам и можем пойти в трибунал. И 90% успеха в случае судебного процесса. Это вот такая цифра. Возможно, у вас тоже эта система очень сложная, и семьям трудно это все реализовывать. У нас в стране нужно делать это только один раз. Это документ получают в местных органах власти. Они его выдают. Здравствуйте, город Оренбург. Подскажите, вот этот первый документ, который с описанием потребностей ребенка дает, мы понимаем, органы местной власти, это здравоохранение или образование или соцзащита? Да, у вас это как? Образование. Соответственно, это дело трех систем, то есть образование, здравоохранение и социальная защита. Но главная здесь власть – это образование. Однако, если есть какие-то потребности по здоровью, и они не получены, И тогда у нас орган образования обеспечивает получение всех необходимых потребностей по здоровью данного ребенка. Орган образования это контролирует. Есть одна лидирующая власть из этих трех направлений. Но все другие должны соответствовать тому, что прописано в этом плане. Кэрол, спасибо вам большое. Спасибо большое. И я надеюсь, что это только старт нашей совместной работы. И дальше мы будем сотрудничать все плотнее и плотнее. Спасибо вам еще раз, коллеги. Давайте поприветствуем еще раз Кэрол. Ей очень скоро улетать на самолете обратно в Великобританию. И дальше мы сейчас идем на кофе-брейк. И после этого у нас мастер-классы. Вам специалисты помогут в зоне кофе-брейка уже попасть в нужные места в зависимости от ваших интересов. Продолжаем нашу работу. Спасибо. Рады приветствовать тех наших коллег, кто участвовал вчера с нами вместе в семинаре совещания. Рады приветствовать новые лица сегодня, которые мы видим у нас в гостях. Сегодня весь день в ФРЦ посвящен технологиям обучения детей с РАС. И мы очень надеемся, что вы возьмете, найдете здесь какие-то новые практические идеи, новые какие-то подходы, варианты, которые потом будете использовать в своей деятельности. В ФРЦ функционируют 4 группы кратковременного пребывания. Во время экскурсии вы посещали и мои коллеги представили предметно-развивающую среду и немножко рассказали о том, как организован там образовательный процесс. 24 ребенка посещают наши группы. Две группы работают здесь и две группы функционируют в другом здании. Вы видите, что мы охватываем возраст детей от 5 до 7 лет. Два года обучения посещают наши дети. В соответствии с заключениями ЦПМПК нашим детям рекомендованы программы. 18% детей – это программы, адаптированные для детей с РАС. 68% – это программы для детей с РАС и с психофизиологическими особенностями ребенка с задержкой психического развития. И 14% – это адаптированные программы для детей с РАС с психофизиологическим особенностями ребенка с умственной отставостью. То есть вы видите, какой состав групп на сегодняшний день в этом году у нас сложился. Но специфика группы кратковременного пребывания, все специалисты дошкольного образования, они понимают, что она связана, конечно, с сжатостью этого времени, которую посещают дети. Это накладывает свой отпечаток, потому что даже в таком сокращенном варианте мы, конечно, должны создать условия для адаптации этих детей к среде, для их социализации в сфере с верстниками, со взрослыми. И, кроме этого, обеспечить и развитие по разным направлениям, по разным рейнам. Поэтому, в принципе, важно использовать вот это время, которое выделено всего 3 часа в течение дня, для того, чтобы писать и, в первую очередь, коррекционные занятия с специалистами, конечно, развивающие занятия с педагогом, и еще, посмотрите, время для самостоятельной деятельности детей. На сзади представлены этапы циклические, которые проходят в рамках проведения аппровации временной, адаптированной основной образовательной программы для детей с раз. Первый этап – это оценка уровня развития. В сентябре все дети, посещающие наши группы, прошли диапазлическое обследование. По результатам этого обследования были проведены расселены, где коллегиально были разработаны, сначала обсуждены все предложения, предаптированные индивидуальными образовательными программами, а потом разработанные на каждого ребенка. И в настоящий момент в этих группах осуществляется коррекционная работа, коррекционно развивающая образовательная работа. Необходимо отметить, что... В формировании групп и в формировании групп учитывался дифференцированный подход в соответствии с классификацией по ДСМ-5, который предложен в современной адаптированной программе. И вы видите, что две группы, они немножко отличаются. Первая группа – это группа для детей с 6 до 7 лет. Она охватывает детей с первым и вторым уровнем тяжести, расстройства аутистического спектра и, соответственно, с соответствующим уровнем поддержки. То есть эти дети нуждаются в поддержке и в существенной поддержке. Вторая группа – это группа для детей в возрасте от 5 до 6 лет. Она включается в свой состав детей со вторым уровнем и третьим уровнем. Дети нуждаются в существенной поддержке и в очень существенной поддержке. И в зависимости от этой деференциации устраивается и вся система образовательной работы в этих группах. Сегодня мои коллеги представят вам практический опыт. Те приемы и методы работы, которые используются, дифференцированы в соответствии с этим уровнем. То есть вы увидите сегодня работу, которая простраивается с детьми раз в два года, с первым, с вторым и с третьим. По завершению представления опыта работы коллег мы вернемся к адаптивной образовательной программе индивидуальной и посмотрим, каким образом те специальные условия образования, которые создаются референцированно, находят отражение в самой адаптивной программе. А сейчас я хочу представить моих коллег. Это Ерофеева Юлия Ивановна, учитель-дефектолог Федерального ресурсного центра и Лисовая Олеся Олеговна, педагог-психолог и воспитатель группы кратковременного пребывания. Добрый день. Как уже сказала Галина Васильевна, вся наша работа в группе кратковременного пребывания она построена с учетом трех уровней поддержки. То есть первый уровень ребенка, который нуждается в поддержке, мы все прекрасно понимаем, что ребенок с рас, особенно дошкольной возрасте, не может быть так, чтобы полностью адаптировать жизнь, то есть где же, где вообще. Поэтому какой-то уровень поддержки, какая-либо в чем-то, ему все равно необходимо. Второй уровень – это покрытая существенная поддержка для женщин взрослого. Более явно. И третий уровень – это расширение детей, которые сами практически ничего сделать не могут, не могут обучаться, не сформированы специальные годовые навыки, не сформированы общения и так далее. То есть ребенок без взрослого, как-либо сам себя, не делать новую деятельность, не может. И в соответствии с этими двумя уровнями поддержки мы после диагностики составляем адаптированные образовательные программы. И, как уже сказала Дарья Васильевна, мы выстраиваем нашу программу. Значит, адаптированные программы. Цели, вы уже видите, на каждом, они еще отличаются. Если у первого уровня поддержки цель ставится общий, групповый, вы ставите на всю общую группу, и в некоторой цели по коррекции элементов дезадаптивного хрустения. Что у второго уровня поддержки, цели более индивидуализированы, и цели по конкретной коррекции дезадаптивного хрустения. То есть там проявление гораздо больше. И у третьего уровня цели максимально индивидуализированы. То есть программа пишется конкретно по ребенку. И цели также идут по коррекции дезадаптивного проведения. Формы работы у всех трех групп также отличаются. Если у первого уровня поддержки основное идет групповая, так как наша задача подготовить детей в школе и вести их в работу группы, и индивидуальная по необходимости это логопед. Второй уровень поддержки групповая, то есть мы их также включаем, провел у них уже школьное поведение, и также идет подготовка в школе. Подгрупповая и индивидуальная, это логопед и дефектурная. И третий уровень поддержки, это практически в основном индивидуальной программы, индивидуальные занятия. Только некоторые виды деятельности, в которые детей можно включать, там, где они могут быть с помощником, с родителем, со спитателем. То есть эти виды деятельности, они групповые. Это физкультурные занятия, это занятия по творчеству, это различные праздники. Временной режим. Первый уровень поддержки у нас приходит 3 раза в неделю, 3 часа в день, на 4 раза в неделю. Второй уровень поддержки режим такой же, а вот третий уровень поддержки в зависимости от того, сколько ребенок в состоянии выдержать в группе, составляется индивидуально. Ну, в данный момент вам представлено именно какой режим, тот, который есть, да, в этом году. Я вам расскажу про организацию раскладового группы и рабочего места. Ориентированного кабинета у нас кабинет поделена на несколько зон. Это учебная зона, игровая зона и зона сенсорной разрузки, куда дети уходят на перемен. Обратите внимание, что для первой группы мы ставим парты, как в школе, для второй группы мы ставим парты друг напротив друга, чтобы дети видели, что дело пригодит вам и повторяли тоже цены. также мы в своей работе обязательно используем визуальное расписание режима дня в виде карточек на стене. Каждое занятие мы обозначаем стрелочкой сейчас и по ходу дня мы стрелочку перемещаем вниз. Обязательно карточка занятия и фотографии видового, чтобы мокрый гонок не скинулся, чтобы мокрый гонок не скинулся, в какой занятии для того, как и дарок. Дальше у нас обязательно используются карточки визуальной поддержки режимных моментов. Они используются в раздевалке, пошаговые картинки, как ребенок раздевается, потом как ребенок одевается. Также эти карточки в туалете и когда ребенок в комнату. На данный момент ребенок, как вы видите, навык практически сформирован. Еще пару месяцев и ему вообще не надо будет давать никаких указаний визуальной поддержки в том числе. Сейчас было второе видео, второй уровень. Первое видео было это ребенок третьего уровня. На третьем уровне поддержки дети или неговорящие, или то, что называется условноговорящие. То есть речь не носит коммуникативные функции, есть отрывочные слова, есть эхололии, цитирование мультиков и так далее. То есть условноговорящие. Также на третьем уровне во время индивидуальных занятий специалист находится напротив ребенка. Объединенность окружающего пространства, отсутствие отвлекающих стимулов. Обратите внимание, что в момент все игрушки убраны на полке, чтобы дети не находились. Это очень важный момент. ниже и практически не висит никаких лопаток на стене в большом комбинате. Первый и второй уровень мы организовываем пространство за столом вместе со всеми, но у каждого ребенка есть отдельный стол. Выглядит это примерно так. на третьем уровне отделяем стол, выделяем в кофементе и пространство у него ограничено. Там, в случае, здесь расходность будет, чтобы выгонить нового ребенка. И последняя карточка правильной поддержки также желаем правилам поведения. На столе у ребенка приклеено правилам поведения и в момент занятия членово-либо-воспитательное будет у вас подращаться к этим правилам. Сейчас вам расскажем как ребенок бесплатно обучения от родителей. Как я уже говорила всем, кто заходил в мостальный кабинет, что у меня обновленные послуги конкретно вы будете и работаете для детей наших сегодня будет здесь. Все, что мы используем, это все адаптируется, все фонерируется, людей чудесно мешает, требуется и так далее. Отличный прием для того, чтобы было угодно работать. И вот приемы и способы они также отличаются для детей вот этих всех перспорций. На первом уровне, то есть те, у которых достаточно высокий, используются двухступенчатые и болееступенчатые инструкции. То есть, в первом состоянии выполнена такую инструкцию, как возник разный парадаж и тогда маленькие треугольники. у второго уровня поддержки одно-двуступенчатые инструкции. Мы учитываем то, что эти дети с первым уровнем поддержки, как правило, у них затруднено понимание обращенной речи, соответственно, инструкции даются максимально коротко. И у третьего уровня поддержки инструкции совсем короткие, буквально одним, максимум, двумя словами и очень-очень пошатанно. Возьми, мы можем даже не называть, что это карандаш, если ребенок на данный момент не дифференцирует, допустим, карандаш, протягивает, то есть, обучаем ребенка даже просто брать. Эти задачи прописываются в ООО, и в зависимости от того, на каком уровне находится ребеночек. Используем систему обращений. Она также отличается у детей у всех трех уровней. Если у третьего уровня поддержки, в основном используется пищевое поощрение и эмоционально положительные реакции. Молодец, здорово, кого-то можно обнять, если ребенок спокойно воспринимает активный контакт. Затем у пищевого поощрения и укрепления стараемся приходить, оставляя, может быть, только в конце занятия, как приз, какую-то конфетку или что-то, что для ребенка предназначено. Пищевое предназначение обязательно сопоставляется с родителями, приносится в индивидуальных контейнерах и ничего, кроме того, что разрешено родителям, ребенку не дают. Соответственно, кто-то не геновый, эстезийный, где-то кому-то не за сладковый и так далее. У второго уровня поддержки система поощрения остается пищевой, но она же не выступает в главу. жетонная система переводим на жетоны и смайлики и также положительная, эмоционально-положительная реакция. А вот третий уровень поддержки мы уже даже не пишем в программах, что это пищевое подкрепление. Оно не является главным и на нем вообще не акцентируется. Используется жетонная система, эмоционально-положительная реакция взрослого и сюда же включаем любимый вид деятельности. Потому что детям важно после того, как они сделали задание, иметь возможность раскрасить любимую раскраску, потанцевать, спеть песню, послушать музыку. Или когда кто дошел до моего кабинета и видели, что у меня стоит домик, часто дети просто можно поиграть в домик. И вот этот домик является таким же поощрением за выполненное задание. И вот как вы видите вот эту фотографию, где указаны имена детей и номера заданий и выставляются с маленькой. То есть сначала у нас индивидуальная такая линейка с жетонами, то потом это уже переносится на такую групповую. Примерно такие же плакаты, такая же система применяется в школе, в частности в нашей школе. Поэтому идти приучаем сразу. Используем игровые методы. Мы все прекрасны формы, что ведущими деятельности дошкольников это игра. Если у третьего уровня мы обучаем национальные и символические песни, приходят не зная что можно делать с игрушкой. Не зная даже как катать в машинку. Просто стучат, кидают, брызут и совершаются шестерные действия, которые не предназначены для игрушек. Обучаем их катать, играть, забывать, там какие-то бутики, заполучивать, гонить, пугу, ну и так далее. То есть самый первый этап. У второго уровня поддержки уже возможна сюжетная сценировка с помощью взрослых, уже обучаем сюжетную религию. А вот у первого уровня поддержки дети уже в состоянии самостоятельно играть в сюжетные игры и показывать сюжеты. Мы участвуем цепля, как мы представили на нашем ринге, на простом интернете и так далее практически целиком полностью должен сделать такого, чтобы он полностью подходил для детей нашей категории. Все приходится адаптировать. Ну в первом уровне поддержки дети уже в карантин на эту школу и мы предполагаем, что дети пойдут в программе 8.2 возможно 8.1 у них подача учебного материала приближена к рабочей тетради и включает задание на рабочей листе. При работе отказались от самих рабочих тетрадей, мы задание даем на отдельном бланке, на отдельном листе. Потом они просто сшиваются, складываются в папки и уже получается как рабочая тетрадь. Это связано просто с условиями просто удобно так нам делать. И нам удобно, и детям удобно. Учитывая, что все-таки у многих детей еще присутствует дезадаптивное поведение, работы часто рвутся, сминаются, бросаются. И чтобы вся рабочая тетрадь не пострадала или от действия рук самого ребенка, или от действия рук соседа, то удобнее все-таки делать на отдельном бланке. У второго уровня поддержки дозированная подача материала с одним заданием на листе. И то же самое идет у третьего уровня также с одним заданием на листе. Ну, соответственно, уровень этого задания у второго и третьего также будет разниться. Дальше вам покажем, чем они отличаются. Дети, которые с первым уровнем поддержки в нашей группе есть читающие. И хотя у дошкольников не ставится главным обучить ребенка чтению, нам самое главное приспособить ребенка к жизни, подготовить к школьной жизни, то никто не будет тормозить ребенка в его навыке чтения. Если ребенок читает, значит, будут подбираться задания так, чтобы этот навык еще больше развивался. И используются инструкции в печатном виде, но с упрощенной формулировкой, для того, чтобы ребенок мог самостоятельно прочитать и самостоятельно выполнить. Дальше вам покажем. У второго уровня поддержки дозированная подача дидактических материалов, и те, которые работают, это 2-3 возможно. У третьего уровня поддержки дозированная подача дидактических материалов 1-2. То есть, если нужно разложить грибочки и морковки, ничего на столе, кроме грибочков и морковок, нет. И вот это будет как раз то, что будет делать на одном занятии. У первого уровня поддержки задания в среднем формате с обычным привычным нам контуром используется какой-то простой сюжет, например, для закрашивания. У второго уровня поддержки задания упрощены тем, что формат средний, то есть, чуть более увеличенный, чем мы привыкли в обычных рабочих тетрадях и в обычных учебниках. Более яркий контур и для закрашивания предоставляется вот 3-5 деталей, то есть, рисунок не перегружен. У третьего уровня поддержки очень упрощенные задания, крупный формат, очень толстый контур, яркий контур для закрашивания и максимально 1-2 детали на рисунке. Дети не умеют рисовать, не умеют закрашивать и нам важно их вообще научить хотя бы видеть ту область, которая, например, нужна для закрашивания или для наклеивания и так далее. Например, вот посмотрите вот этот сюжет. сейчас вы увидите, да, это дети, здесь дети с двумя уровнями поддержки, девочка, которая с первым уровнем поддержки, вот вы видите вот ее работу, она в состоянии прочитать инструкцию и выполнить ее полностью самостоятельно, найди и закрась только треугольники. Ребенок выполняет задание сам. Педагог просто вот приглядывает, чтобы задание было выполнено правильно. У ребенка со вторым уровнем поддержки задание, вы видите, уже упрощено. И у ребенка со вторым уровнем поддержки, но с более, ну, с большими проблемами в интеллектуальном развитии задание упрощено совсем, тоже видно, да, чем они отличаются, и более толстый контур, и меньшее количество на листе. Есть, такие, конечно, да, это с третьим уровнем поддержки, конечно, есть те, которые не держат ручку, тогда ручку, руку с зажатым карандашом, с зажатым фломастером держит педагог. Это прием также совместно в действии. Например, вот такой образец задания. У ребенка, вот там, где подписана Вика, ребенок в состоянии прочитать задание сам и выполнить сам вот по этой упрощенной инструкции. Закрасить бусины в разный цвет. У ребенка, который подписан Андрей, вот в нижний слайд, уже выделены вот эти буквы в самой инструкции, уже подсказочка имеется. Также первая и вторая буковка в этой цепочке уже раскрашены в нужный цвет. Он просто делает по аналогии. А вот третий ребенок, у него все бусины наполовину раскрашены уже взрослыми. То есть ему просто нужно подобрать цвет и соотнести цвет. Вот таким образом в рамках одного и того же занятия, в принципе в рамках одного и того же задания адаптируется вот этот материал. Вот это то, о чем я говорила, когда раскрашиваются картинки. Вот на нижнем слайде ребенок с третьим уровнем поддержки. Вот вы как раз на первом ряду спросили, каким образом. Вы видите, что сидит воспитатель, фиксирует ребенка за столом, держит прием совместных действий рука в руке, потому что ребенок самостоятельно задание не выполняет. вот это ребенок со вторым уровнем поддержки, три детали, крупных деталей на листе, перед ним только три цвета каранташа, чтобы ему проще было выбрать, и достаточно толстый контур, и достаточно крупный рисунок. И вот это ребенок, который в состоянии раскрасить с большим количеством деталей, и достаточно аккуратно сделать все самостоятельно. И цвет выбирает по речевой инструкции педагога. Или, например, задание, которое было проведено в рамках формирования элементарных математических представлений. Кто-то считает до десяти, тогда даются корзинки с написанными вот такими цифрками, и наклеить соответственно на нужное количество грибочков. Кто-то у нас считает только до трех, соответственно задание в рамках одного и того же занятия дается вот таким образом. На своих занятиях и на групповых, и на индивидуальных мы активно используем различные сенсорные оборудования. Сенсорная область, она является дефицитарной в принципе для всех наших детей. И сейчас покажем примерно как все это выглядит на практике. Утяжеленное одеяло. его любят практически все дети. Оно помогает успокоиться, отдохнуть, полежать, спрятаться, можно накрыться этим одеялом. Следующее. Используется таймер, который вы видели наверное уже во всех наших кабинетах. Чем отличается использование таймера во всех трех со всеми тремя группами детей по уровню поддержки. Начнем с самого тяжелого. Что с третьим уровнем поддержки таймер просто используется как знакомство вообще для чего он нужен, что он регулирует время, длительность и выставляется нужное количество времени выставляется педагогом. Потом на практическом занятии вы увидите каким образом он работает и как он выставляется этот таймер. Выставляется педагогом в зависимости от того сколько ребенок может продержаться. Соответственно мы это определяем после диагностики и ту цель которую мы ставим в АОПе. Если ребенок на диагностике показал, что он в состоянии концентрироваться 2-3 минуты, а мы себе ставим на первое полугодие довести время продуктивного занятия до 5 минут, соответственно таймер передвигается. У второго уровня поддержки детки некоторые в состоянии выставлять таймер по указанию педагога и сами уже следят за продолжительностью занятий или перемен. На самом деле на практике мы уже убедились, что восприятие таймера не является сложным для детей. Достаточно быстро они привыкают и очень быстро понимают, что эта красная шторка движется. А вот у первого уровня поддержки бывает так, что дети сами в состоянии выставить себе продолжительность занятия соответственно по указанию педагога. Поставь пожалуйста шторку на 20 минут, где 2, 0, 20 и соответственно ставится. Вот например вот таким образом. Вы видите вот здесь ребенок сам выставляет таймер. Здесь ребенок выставляет таймер на нижней фотографии выставляет таймер по указанию. там педагог прям держит свою руку до какой границы ему нужно подвинуть эту красную шторку. И здесь вот примерное время занятия вот для данного ребенка. Следующее мы активно используем тренажеры для тренировки мелкой моторики рук. Вы видели в группе кратковременного пребывания вот эти рамки, где мы учим шнуровки, где учим застегивание и расстегивание пуговиц, расстегивание молний, различные кнопки, различные застежки, потому что дети приходят, опять же на практике убеждаемся, приходят не обучены этим элементарным вещам. с третьим уровнем поддержки с самыми тяжелыми детьми тренажер для тренировки мелкой моторики детям неинтересен. То есть эта деятельность возможна только с помощью организации взрослого. То есть взрослый садится, вернее, берет ребенка, подходит или садится за стол вместе с этим тренажером, с этой рамкой или подходит к рамке, они могут еще находиться в вертикальном положении и приемом совместных действий учим расстегивать сначала крупные пуговицы, потом помельче, потом помельче, учим расстегивать молнию, потом застегивать молнию, потом этот навык переносится на одежду и так далее. У детей со вторым уровнем поддержки эта деятельность проходит более интенсивно и продуктивно. Деткам можно просто раздать их на стол и посадить каждому свою рамку, просто предложить позаниматься и ребенок уже или с минимальной помощью или практически без помощи, но под руководством взрослого занимается этой деятельностью. А вот дети с первым уровнем поддержки часто сами подходят к этим тренажерам, к этим рамкам и с удовольствием сами включаются. все я расстегиваю уборки. Теперь застегиваю обратно. Здесь, несмотря на то, что ребенок достаточно хорошо говорящий, но это ребенок со вторым уровнем поддержки. То есть тот, который все-таки нуждается в существенной помощи взрослого. Владимир! Как специальное сенсорное оборудование используем утяжеленный жилет. Сейчас я вам сначала, наверное, зачитаю вот эти, то, что мы используем. Потом мы вам их можем показать и продемонстрируем на слайдах. Утяжеленный жилет, балансирующие подушки, утяжелители для рук, подставки для ног и укрытие для уединения это домик, палатка, кокон. В основном это все используется для детей второго уровня поддержки, но при необходимости иногда также применяется для первого уровня. Например, вы видите утяжеленный жилет. Утяжеленный жилет почти как в самолете демонстрируем. Утяжеленный жилет используется для детей с гиперактивностью, которым очень сложно удержаться на месте. Потом после мастер-класса вы можете его померить, потрогать, подержать в руках. Поверьте, он очень тяжелый. Раз ребенок вскачет, побегает, второй раз он уже подумает, потому что это очень некомфортно. Сразу скажу, задаю часто вопрос, все ли дети соглашаются надевать этот жилет. Нет, не все для этого застежки застегиваются на спине. Иногда приходите надевать принудительно, но потом детки привыкают и в общем-то этот жилет помогает. Следующий вы... Сколько времени может надеть жилет на ребенке? Ну, как правило, надеваем на одно занятие, не больше. То есть не на весь день, только во время тех занятий, когда необходимо удерживаться за столом. Не больше. Естественно, в свободной деятельности ребенок не будет в этом жилете ходить. В этом нет необходимости. Через три занятия уже ребенок сидит, он не хочет упивать этот жилет, он уже самостоятельно сидит. Буквально третье-четвертое занятие. Следующая балансирующая подушка. У некоторых была возможность посидеть на этой подушке после также мастер-класса вы можете она не лопнет. Эта балансирующая подушка нужна для работы мышц стабилизаторов, для того, чтобы удержать свое тело в вертикальном положении. И есть вот эти пупырышки выпуклости, они являются как бы сенсорными якоречками для того, чтобы вообще усиживаться, удерживаться. Детки в практической работе показали нам еще один способ использования этой подушки. Кто-то из них прижимает эту подушку между своей спиной и сидением стула. И таким образом также сидит в горизонтальном положении. Используем утяжелители на руке. Ну, как я тоже уже сказала, те, кто приходил ко мне в кабинет, заглядывал, что можно использовать вот эти утяжелители с прорезью для пальчиков, для того, чтобы рука не мешала на занятиях, потому что часто у деток руки живут совершенно своей жизнью и каким-то образом хочется эту руку зафиксировать. Поверьте, что этот утяжелитель, он тоже достаточно тяжелый. Пару раз рукой взмахнет, третий раз уже не захочет. Просто ребенку это реально тяжело. Кроме вот этих специальных утяжелителей с прорезями для пальчиков, можно использовать утяжелители, которые продаются в обычных спортивных магазинах. Подставки для ног. Опять же, чтобы хоть у нас все парты регулируются, но для того, чтобы ребенку удобнее было себя фиксировать. Часто детки разуваются, ноги разуваются и ставят вот на эти выпуклости, ставят опять же свои ножки, используя как сенсорные якоречки, для того, чтобы себя удержать. Карандаш с тремя гранями и специальная насадка для формирования трехпальцевого хвата. Это не является для вас новостью. Практически все при формировании трехпальцевого хвата это используют. Единственное, что хочу здесь сказать, опять же, по опыту работы, что если ребенок нормально удерживает границы строки клетки, если ребенок нормально закрашивает и обводит, но при этом трехпальцевый хват у него не сформирован, ну это бог с ним. Это в конце концов не самое главное, что должно быть. При возможности мы учим держать правильно, но если нет, значит нет. Главное, чтобы выполнял задание. Активно используем особенно на первом этапе индивидуальные подчеркиваю шумопоглощающие наушники. То есть дети очень чувствительны к сенсорным раздражителям, к различным шумам просим родителей приобретать вот эти наушники. Они продаются в обычных строительных магазинах, позволяют слушать слышать речи, инструкции, но сглаживать те шумы, которые есть вокруг. Со временем детки уже отходят от этих наушников и вовлекаются уже в жизнь более активно без них. И вот за эти наушники часто родители нам говорят спасибо, потому что эти наушники помогают пережить детские праздники, помогают даже ходить в кино и так далее. Здесь самое главное адекватно относиться к тому, что ребенок вообще в наушниках. Также хочу сказать, что родитель в наших группах при нашей работе является полноценным субъектом образовательного процесса. Вот такие вот сложные слова. Мы обязательно знакомим родителей с технологиями, с различными методами, приемами работы. Мы обязательно с ними обсуждаем программу, которую составляем. Обязательно говорим, что, для чего и как это нужно. И для того, чтобы навыки, которые формируются у детей, они были автоматизированы, это все-таки необходимо делать в семье. Потому что здесь ребенок находится достаточно короткое время. И сами понимаете, что за такое время мы можем задать только вектор, а уж как он будет применяться, это уже обязанность родителей. В связи с этим родители активно вовлекаются во все наши мероприятия. На фотографиях вы видите, где родители у нас на спортивном празднике. адекватное Каким образом мы отражаем работу с родителями или законными представителями в наших адаптированных программах? Вот здесь вы видите на слайде участие в составлении адаптированной образовательной программы. Там, где родителям говорится адекватная оценка возможностей ребенка после диагностики. Очень часто сталкиваемся с той ситуацией, что по диагностике идет расхождение большое в тех опросниках, которые заполняют родители и в том, что видят реально педагоги. Потому что часто взгляд родителей неадекватный. Соответственно обсуждение с родителями и утверждение образовательной программы. И также обсуждение эффективности планируемых результатов. Мы смотрим что мы планируем, почему мы это планируем, к какому это сроку. То есть это все доносится до родителей. И в промежуточном тестировании, в промежуточной диагностике в середине года, в январе, тоже показываем чего же мы достигли совместными, опять же повторюсь, совместными усилиями. Родители информируют, какие формы обучения для ребенка необходимы, какими ресурсами располагает наш центр для того, чтобы помочь ребенку и что они реально могут сделать в семье. Ну и так далее. Вы видите вот все дальше по списку. И кроме того, обязательно информируем родителей о том, последовательности действий, которые должны быть после того, как ребенок будет уходить из группы кратковременного пребывания. Или ребенок пойдет в школу, что для этого нужно. Или ребенок пожелал, вернее, родители пожелали перевести ребенка в другое учебное заведение. Какие этапы должен пройти ребенок, вернее, родители с ребенком, что для этого, какие документы оформить и каким образом все это сделать. Родители информируют. Потому что часто родители бывают просто не в курсе вот этих ступенек то, что нужно пройти. Вот здесь вы видите, проходили мастер-классы по приготовлению еды. Сталкиваемся с тем и по опроснику родителей, и по практике о том, что у детей очень ограничен пищевой рацион. Хочу вам сказать, что там, где дети готовили сами, на удивление всем родителям, они потом сами же с удовольствием все это и ели. Чем очень-очень удивили родители. Многие родители были удивлены, что дети оказывается могут держать в руках вилку, ложку, а кто-то из родителей наоборот был неприятно удивлен, что ребенок не может самостоятельно что-либо сделать. То есть нужна помощь и поддержка. На данных фотографиях мы видим мастер-класс детей второго года обучения. Уже дети прошли год обучения и это происходило в Москве. Здесь дети готовили полноценный обед. Мы варили стул, варили комфорт и делали салат. Дети участвовали во всех видах деятельности, начиная с мятия овощей, фруктов, потом они лесами все бросали в кастрюлю, отслеживали время, сколько у нас будет вариться, потом накрывали мосток, угощали родители и прочее. Как сказали Ивановны, что дети, которые не ели эту виду дома, дети не ели ее с удовольствием, потому что они приготовили. И по словам многих родителей, дети стали готовить вместе с родителями дома, практически все. Сейчас будет видео, я сейчас прошу его не транслировать и не снимать. Значит, это видео будет с праздника осени, который проходил совсем недавно. Несмотря на то, что мы разделяем формы работы для всех трех уровней поддержки и пишем основным, что для детей третьего уровня поддержки для тяжелых детей занятия являются практически всегда индивидуальными, но тем не менее по опыту работы мы этих детей часто включаем в те виды деятельности, в которые они могут включаться. И праздники всегда проводятся совместно с более тяжелыми детьми, с более легкими детьми, то есть проводятся совместные праздники, для того, чтобы дети уже привыкали. Вот посмотрите пожалуйста пример вот такой вот фильм с праздником. Девушки отдыхают Здесь игры и сценировки, и приемы совместных действий. Представлены и самостоятельные действия детей, и по подражанию, и активное участие родителей. Сейчас покажем вам небольшое занятие, которое мы проводим с детьми. И в частности проводит Олеся Олеговна с использованием различных приемов. Как одно и то же занятие можно провести с детьми разного уровня поддержки в одних временных рамках. Для этого нам нужно трое добровольцев. Пожалуйста, выходите. Выходите, пожалуйста. Сразу скажу, что на данной парте у нас сидит ребенок с первым уровнем поддержки. Ребенок, которому практически не нужна помощь. То есть, ну, она, конечно, нужна, но она минимальная. То есть, ребенок в состоянии слышать и слушать речевую инструкцию, и ее выполняет. В состоянии смотреть по образу. На данном, на данном, вот за данным столом, у нас сидит ребенок со вторым уровнем поддержки. Обратите внимание, этому ребенку нужна помощь, нужна поддержка. Ребенок у нас гиперактивный, за самым удерживаться не может. Существом ясно. Для этого у нас есть, о котором помогать, это жаление. У этого ребенка есть помощник. Тюбер, который будет контролировать его поведение. У этого ребенка на парте карточки, которые выявляют его поведение. Нежелательное, дезадаптивное. Следующий ребенок, это ребенок с третьим уровнем поддержки. Ребенок, который самостоятельно делать практически ничего не может. То есть, у этого ребенка будут помощники для нас. В основном, это прием совместных действий. Ребенок у нас в школе очень чувствительным, сезонным раздражителем, и без наушников находиться не может. У ребенка на парте есть две, только две карточки, регулирующие его дезадаптивное поведение. Потому что после высших состояний он не состояет в движении. И у ребенка еще будут карточки подэтапного выполнения задания. Дальше я передаю микрофон ведущему в этой виде деятельности. Итак, сейчас я вам покажу, как провести урок рисования. Сначала я познакомлюсь с детьми нашими. Как вы делаете? Как с тобой? Оксана, как позвоните? И так, где она? И так, где она? Должен, так, хорошо. Оксана, я прошу вас помочь. Разреться, пожалуйста. И слышимся на сцене. Я могу это дать? Да, да. Первый уровень это прекрасно умеете делать. Первый уровень раздавит сам задание и также выключает собирательный задание. Смотрите, наш урок будет длиться 15 минут. По исключению произвенить звоночек. Сейчас мы с вами будем рисовать, потом выливать в воду дырочку, вытирать стол и вытирать руки. Еще обратите внимание, что банка с водой стоит только в первом уровне. Если я поставлю базу с водой в третьем уровне, то вода окажется норме. Не хватит. Поэтому ставим воду на стол только с теми детьми, которые уже достаточно долго в том, что вы можете быть уверены в других поведениях. Также обращаю врачу внимание, что я не кладу на стол краски, потому что они также оказываются все на полу. И даже с первым уровнем я краски кладу на луто очень редко. С чего я начинаю занятия? Я показываю детям рисунок, который у нас получится, и спрашиваю, что это. А сам, что это? Что мы будем сегодня рисовать? Ёлку. Лена, что это? Это? Ёлочка. Молодец. И Лене подсказывает Ютру, что это ёлка. Ёлка. Рисуем ёлка. Первое, что мы с вами будем делать, мы будем рисовать он. Берём большую кисточку, даём на третьем уровне, выдаём, кладётся первый этап этого задания. Оксана, каким цветом у вас фон? Голубой. Рисуя голубым цветом, фон. Вперёд, назад, вперёд, назад. Учитель показывает полностью от начала до конца. После того, как я нарисовала фон, я изюю с кисточкой к ученикам, вы. Очевидно. Прекрасно. Прекрасно. Лучше я не сказала, что человек в сторону, да, всё-таки? Перед глазами, я хочу, чтобы ещё вперёд-назад. Как вы? Что я не права? Ну, я всегда говорю. Перёд, вперёд-назад. Ну, ладно. В третьем уровне я даю кисточку сначала с кисточкой, но ты же передаёшь кисточку ребят. Прекраску не ставите. Прекраску не ставлю, наверное, 6. А у 6-7 человеков, но в этом нужно мы подразить его, чтобы краску ещё разобрать, да? В котором, в третьем уровне я ребёнок в состоянии сам вводить кисточку и стирать с кисточкой, рука, педагога потихонечку смещается на запястье и клопать руки там, да, да, да. То есть мы стараемся максимально быстрее убрать вот эту прям непосредственно силовую кисточку. А если что, в година человек ждёшь? Кисточку держит, вот так, на стол или на стол. Оксана, что мы будем рисовать зелёным цветом? Ёлку, чё-сё-сё-сё-сё. Я сама твою большую кисточку и рисую полотечку. Волк. Только полотечку. Только полотечку. Только полотечку, да. Рисуем. Следую. Будут они, возможно, сами начинают рисовать? Нет, нет. Поэтому сами начинают. Поэтому каждый раз кисточку забираем от природного уровня, иначе вы срезуну будете взрослывать. И ещё раз кисточку полотечку. Сверху за металлами. Иначе раз кисточку. Иначе раз кисточку. Иначе раз кисточку. Это правильная эпаллами. Иначе раз кисточку. Иначе раз кисточку и рисую полотечку. Моря, что у тебя получилось? Мой кисточку ждет. Зайдет вам на самую кисточку. Оксана, что лежит на елочке? Нет. А нет, скажите. Второй? Нет. Третий? Тоже. Оксана, лежит цветом на снег? Я думаю, что они скажут белые, а не снег. А у вас не много, если учитель стоит возле доски и дети только начали рисовать? Они нет. У нас снежок лежит на веточках. Примакнуть, 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 примакнуть. Примакнуть, примакнуть. Примакнуть, примакнуть. Как они? Ну, вот здесь работа, как тут они за права, как есть. Сколько есть, там ненадолго calcium. Не делай правильно. Ну да. Как это легко. Как это, ну да? Все нужно. Время нужно. А если у ребенка что-то заел? Но он не хочет, надо насильно удерживать или что делать? У нас все заняется, у нас все таймер, пока я вам не произведем, и он стоит за столом. И тюдер его удерживает, да? Да, мы его удерживаем физически. Дальше мы внизу с вами нарисуем субробы. Здесь можно дать возможность третьим уровнем покаляться, потому что субробы бывают разные, и субробы. И субробы. И субробы. И субробы. И субробы. А если они только начинают громко включать, вы можете на столе? Вы говорите, что мы сейчас покажем занятие, которое явно не в сентябре и не в октябре. Это уже дети, которые включены в классы, и каких-то элементов уже опущены. Вы можете делать субробы, как привлечь? Ведя. В углу придерживай. Да. Ну, вы уже не умеете. И, что я не умею. Жадни, что я не умею. Во время ожидания, пока я не задаю. Вы не умеете, чтобы вы не умеете. Вы не думаете, что я не умею. Да. Последний этап, мы с вами как-то рисуем, что мы будем рисовать быстрее. Обычно этот момент помогаем и в первом уровне тоже. Первый уровень не будет делать, третий уровень не будет, поэтому третий уровень начинается. У нас остался последний шаг, когда мы подписываем свою работу. Работа мы подписываем громкой и сочетаем внизу. В первом уровне уже все умеют писать свои, я просто даю. Я говорю, что не третий ряд. На этом уровне, в первом уровне, практически не нужно. Эвро, практически, стоять. За кого? Письмо? Здесь даже нужно, то есть вы практически умеете, но он слушает, как в руку, сработает. На копейке. Кто так в тропе? Ну, это полностью. То есть, на работе, на работе, вы видели, где корява написать, где-то, где-то еще. Это здесь второй уровень, который уже самостоятельно. Вот, стояло вниз. Давайте я подписываю свои руки. Как я вижу, у меня здесь утром. Я вижу, у нас все, у меня очень хорошо. Очень хорошо. Оксана, что ты нарисовала? Ёлку. Я нарисовала ёлку. Лена, что ты нарисовала? Ёлку. Я нарисовала ёлку. Ещё. Лена, что ты нарисовала? Ёлку. Я нарисовала ёлку. Занялись. Оксана, какое время года? Зима. Зима. Лена. А какое время года? Зима. 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 Лена. Какое время года? Зима. Это зима. Лена, у нас не говорится, где парку с ней. Вы здесь. Лена, это зима. Какой ценопольчик она всё равно жестом показывает? Ну, на карточку, да? Дальше я показываю клипам, что мы идём сливать воду в курочку. Ребёнок берёт в бедро. С третьим разом идёт и идёт. И несёт. И несёт. Сейчас мы будем использовать вам. Все прекрасно. Посмотрите. Дальше. Вытирали стол. Также дети самостоятельно вытирают стол. Города вытирают. И сюда. Да. После того, как мы вытирали стол, вместе пошли мыть руки. После того, как они помыли, они вытирают руки. После того, как они возвращаются за стол, я для тебя отвечаю приз. Лена, молодец! Ты сдала ёлку. Лена, мы мечтали. Жень. Саня, где это будет? Я не скажу. Саня, где это будет? Саня, где это будет. За этой шуткой дня. Нет. Не челывала. Да, украшу. Смотрим. Наше занятие подходит к концу. Зайдем звоночек. Можно вставать. Конечно, это занятие показано не полностью, оно несколько идеализировано. Потому что у нас есть определённый формат данного мастер-класса. И основная задача была показать о том, что работа, возможно, с детьми разного уровня поддержки. Что она всё-таки имеет отличия. И в плане инструкций, и в плане активности личного участия, и в плане организации помощи. И поверьте, что дети под конец, или через сколько даже месяцев, вот Олеся Олеговна с ними рисует. Они реально рисуют сами картину. Сейчас Олеся Олеговна даже скажет. Прошу обратить внимание, что в своей работе я использовала четыре цвета краски. Это у нас маленькое оттенчество. Это не утяжеляет занятие. И получается, по-моему, это мы изучаем, что, да? Мы изучаем способ рисования, как мы это делаем. И свои действия я комментирую вперёд-назад, и макнуть. И макнуть рисуем полосочку. Я не говорю, что мы рисуем ствол-ёк, это слишком тяжело. Даже бывает тяжело для первого уровня. Мы рисуем полосочки. Обычно мы начинаем с рисования. Первый урок – это рисуем солнышко, обычно круг и лучики-полосочки. Вот. И первый месяц мы все у нас рисунки состоят в основном из кругов. Это самое простое, что они могут нарисовать. Мы рисуем яблоко, рисуем гусеники, гусеники и так далее. Занятия по рисованию. В 99% случаев детям нравятся, они любят и ходят с удовольствием. Нравится это занятие родителем, потому что дети выходят с рисунком, мы рисуем на больших листах. Дебёнок всегда выходит с рисунком и дарит его маме. То есть, родитель видит, что было подробнее. Он понимает, что была работа и как она исполнена. А вы только красками рисуете? Или как она? Мы рисуем красками, потому что это легче, им больше нравится. Потом, когда я снимаю, они уже могут рисовать краски, и я отвечаю выпусковые мастерства. А у кого же эти случаи? Мне нравится рисовать. Есть дети, которые... Нет, ну, на моей празднике это была дебина, которая, вот, если бы выехали вот рисовать, да, они очень много шуток и начали рисовать. В основном, они живут рисовать. А кто-то, скорее всего, научно держать, уверен, человек как бы лучше. Да. Обязательно в каждом рисунке я даю какую-то, ну, Андрей Тимурин тоже есть, вот, как я сказал, рисунок. Может, товарищ Гробин сам. Чтобы он не помогает, но он сам подчеркнул. Прекрасно. Еще один вопрос. А почему вы делитесь с первым, которым вы делаете, вы имеете в виду? Последний план еще? Еще раз. Ну, за три. Еще раз вопрос, пожалуйста. Дети, ну, первого, второго уровня, они уже способны решить, ну, я на позиции полный, которые дают время. А у вас, на связи, они, как бы, во время пребывания. Дети шуток. Сейчас вам ответят. Да. В первом, второго уровня, они, родители, куда и девают? Сейчас. У нас нет условий для того, чтобы оформить группу полного дня. Условий нет? Да. Есть только вариант вот такой, кратковременное пребывание. Поэтому, в таком режиме. А они, параллельно, в садике уходят еще? Нет? Нет. Они получают... Это не вызвано тем, что, вот, ввиду их к сенсорной дисциплине? Нет. Нет. Абсолютно. Просто нет материальных условий для того, чтобы... Это возможно? То есть, при чем пребывание? Я получу, конечно, ленту за 20 лет. У меня одного репута страха, который был очень комфортно целый день. Да. Да. И ЦПМПК, в своих заключениях, они даже ранжируют. То есть, какому-то ребенку могут написать пребывание полного дня группы, а кому-то пишут только кратковременный режим пребывания. Поэтому здесь нельзя однозначно всех детей переводить на полный режим. Кратковременное пребывание тоже первоначально, оно не укладывается в 3 часа, а это 30 минут, а потом час, а потом полтора, а потом два. Это все идет очень постепенный процесс. У вас на первом страте 24 группы? Да. То есть, если вы видите, это 24, вы там будете? Да. Четыре группы, по шесть детей. Да. Следующая группа? Идет очередь, запись, да. Да. То есть, получается, 24 минута, говорим, а у вас в первом стратегии есть? Да. Потом уходят наши дети в первый класс, у нас хорошо простроена преемственность со школы. И вы сегодня слушали, когда учители комментировали, да, что продолжается работа и с светом, и с инструкцией в школе. Здесь, на подготовке, они уже прошли вот этот этап подготовки, и для учителей это хорошее подспорье, и легче продолжать дальше эту работу с детьми. Потому что вчера на семинаре совещаний все ставили вот эту проблему, как обеспечить эту преемственность, если рядом нет. Плюс, не всякая школа готова взять ребенка сразу. Надо сказать, что наши дети, уходя, завершая начальное образование, идут, у нас ряд школ, с которыми заключены договорные отношения, они принимают наших детей. То есть, есть партнеры, которые продолжают нашу работу. У нас, конечно, есть желание расширить этот спектр партнеров, и постепенно эту работу проводим. Ну а сейчас обращаю ваше внимание на слайд, где представлена общая структура индивидуальной образовательной программы. Вы видите, какие разделы включает программа. Общее положение, где фиксируются данные о ребенке, о родителях, о специалистах, которые будут работать с ним на группе кратковременного пребывания. Фиксируется заключение ЦПМПК, рекомендуемая программа, рекомендуемые специалисты. Фиксируется программа, по которой будет предоставлено образование здесь, в условиях группы кратковременного пребывания. И конечная цель. Это все вот в этом разделе. Второй раздел, вы видите, заключение консилиума образовательной организации. И он включает два раздела. Коллеги мои вам сейчас представили специальные условия в соответствии с уровнем дифференциации. Я на этом не буду останавливаться. А пункт 2.1 – это оценка особенностей развития ребенка с РАС с целью определения индивидуальных планируемых результатов. На сегодня в рамках апробации программы и, в принципе, в программе реализации задач с детьми с РАС, конечно, стоит задача, каким образом составить содержание образовательной области. В наших условиях, в режиме, еще раз говорю, сокращенного времени, которого недостаточно для того, чтобы ребенок прошел начальный этап, основной этап и пропедевтический, идет где-то совмещение этих этапов. В течение сентября, когда была проведена диагностика детей, 58% детей находились на начальном этапе освоения программы. Понятно, что те дети, которые второй год обучаются у нас, у них идет основной этап и пропедевтический. Некоторый такой нахлест, совмещение, оно есть, потому что невозможно полноценно прожить эти этапы в наших временных условиях. По какому пути мы пошли, считаем, что это очень важно для проектирования адаптированной индивидуальной программы. При обследовании ребенка, кроме диагностических методик, методика Вайланда и методика ПЭП-3, мы фиксируем наблюдения всех специалистов, воспитателя, мы проводим опрос родителей и потом проводим очень глубокий анализ этого обследования. И не просто через обсуждение. Мы приняли решение, что результатом этого анализа будет описание тех проблем и достижений, и проблем, которые есть у ребенка на сегодняшний день в рамках образовательных областей. Но каждая образовательная область еще очень тщательно детализируется. Если вы вспомните область социально-коммуникативного развития, то очень много составляющих входит в эту область. Это и развитие ребенка в трудовой деятельности, это эмоциональное развитие ребенка, это развитие ребенка в игровой деятельности, это социальное взаимодействие со взрослыми и с детьми. Это социальные нормы и правила, это культурно-гигиенические навыки. И каждый вот этот кусочек, мы его тоже расписываем очень подробно, что мы получили в результате обследования ребенка. И это является очень хорошим подспорьем для того, чтобы потом определить задачи работы с ребенком в рамках образовательной области. Это первый момент. Так как 58% детей изначально находятся на начальном этапе освоения программы, который предполагает индивидуальную работу и коррекционную работу, то в программу этот раздел, вы его сейчас видите, он предваряет планирование образовательных областей. В форме АОП, вы видите, обозначается направление работы и три направления по коррекции. Это формирование базовых навыков коммуникации, это обязательно коррекция нежелательного поведения, о котором сегодня говорили и застряли внимание. И это обязательно формирование стереотипа учебного поведения для того, чтобы ребенка подготовить к переходу в школе. Задачи фиксируются, конечный результат, что мы хотим увидеть, как результат нашей работы. Самостоятельно здоровается и прощается без напоминания, используя обращение. На момент октября, на момент обследования, вы видите, что ребенок делает с значительной помощью взрослого. И изредка. Это мы констатировали сейчас факт на момент обследования. Конечную цель мы зачитали с вами, да, какая задача стоит, чтобы ребенок все-таки самостоятельно перешел к этому. Насколько это будет найти процесс у каждого детей по-разному. Но эта цель все равно кратковременная. И в январе мы снова все пересматриваем, снова анализируем, какие достижения у ребенка есть, какие подвижки, а где-то, может быть, процесс не пошел так активно. И, соответственно, задачи будут конкретизироваться. Форма реализации задана здесь же в программе. Вы видите групповые, подгрупповые, индивидуальный и плюс режим. Потому что тогда, когда есть перерыв на занятия, тогда, когда все-таки предоставляется хоть небольшое-то время для самостоятельной деятельности, для отдыха, в этот момент тоже эти задачи решаются. Ответственные специалисты, те, которые в первую очередь, но вчера проговорили, что, например, задачи по коррекции дезадаптивного поведения это не только задачи вот тех специалистов, которых вы видите на слайде. Это задачи всех специалистов, кто работает на группе с детьми. Просто здесь они обозначены как основные несущие. Ну и что положительно в этой форме программы, то, что мы просматриваем динамику развития, динамику формирования навыков у детей. Что получаем в октябре, что происходит в январе и на конец учебного года. Еще раз обращаю внимание, коррекционная работа предваряет работу по образовательным областям. Программа вообще предусматривает, что ребенок может перейти на основной этап ситуации, когда он готов войти в подгруппу и во фронтальную работу. Ну, у нас вот это немножко все в таком ускоренном варианте. Но, имея такой опыт работы, какой вы сегодня увидели у наших специалистов, и большой арсенал приемов и навыков работы с детьми, получается достигать те цели, которые мы ставим. Ну, а теперь, как образец, это социально-коммуникативное развитие. Здесь три области представлены, и просто по одной формулировке задачи, это третий уровень поддержки ребенка. И здесь очень небольшое количество задач, и очень они сами по объему небольшие. Форма та же самая, то есть таким образом отсматриваем все. Естественно, содержание программы будет отличаться у ребенка с первым уровнем, где будет поставлено намного больше задач. И вот третий уровень, хотелось вам показать, что, в общем-то, здесь незначительно, потому что это занимает очень продолжительное время. А у нас на сайте есть программы? Нет, пока еще нет. Я думаю, презентация будет выставлена, потому что мы обычно выставляем все презентации после конференции. Ну, вот сейчас, как бы, вся информация, которую нам хотелось вам показать и предоставить, конечно, разработка адаптированной образовательной программы, это трудоемкая работа. Эта работа требует усилий всех специалистов, это только коллегиально. У нас даже были ситуации, когда не было единого мнения по восстановлению уровня поддержки у ребенка. Кто-то специалист говорит, нет, все-таки второй, кто-то говорит, нет, можно уже на первый ребенка перевести. То есть только коллегиальное обсуждение, коллегиальное решение будет залогом эффективности работы с ребенком, потому что мы все однозначно будем понимать, что мы хотим сделать и как мы это хотим сделать. Поэтому роль консилиума очень велика в сопровождении детей, в принципе, с проблемами и с детьми в раз в особенности. И все родители при этом учитываются? При разработке программы? Да. Конечно, учитывается. Вот был комментарий о том, что часто родители завышают. Да, да, да. И мы обсуждали... Да, да, мы обсуждали эту ситуацию. У нас в заключении консилиума мы фиксируем, что родители, родительскую оценку развития ребенка, и фиксируем то, что наши специалисты в чем-то не согласны и считают, что так и так. То есть мы фиксируем этот факт. Дальше идет работа с родителями. Вы видели, ее представляли, этот раздел, на разъяснение, на понимание, то, что фактически есть у ребенка и над чем надо работать. Не было случаев, что они отказывались подписать. Нет. Больше самой. Здесь еще и действительно очень важно работать с родителями и всеми возможными способами убедить, что ребенку гораздо важнее научиться мыть руки, вытирать их до суха и просить пользоваться туалетной бумагой, чем правильно произносить звук Р, чем различать О, У и так далее. Что социально-бытовые навыки, обслуживание, самообслуживание, они первичные. Но здесь используют все возможные способы, в том числе и привлечение родителей на эти праздники, на эти мероприятия. Привлечение родителей на занятия. Когда идет категорическое разногласие, приглашаем родителей на занятия и просим посмотреть, что ребенок делает, конкретный ребенок с конкретным навыком. Раскладывает, он сортирует, соотносит или так далее. И если родители категорически наставят, он читает, он делает, просит принести видео, показать. Опять же, приглашаем на занятия, продемонстрируйте, пожалуйста, каким приемом вы пользуетесь, как это все делать. Когда при детальном рассмотрении тех же видео, присланных родителями, здесь уже обращается внимание. Смотрите, он не читает, он повторяет за вами. Это сопряженная речь, да, тушь. Или вот как о холоде идет. Это не несет коммуникативных функций. Но это огромный пласт работы с родителями, который вот в рамках нашего данного сегодняшнего формата, в принципе, все рассказать невозможно. Обязательно. Обязательно. Визуальное расписание используется везде там, где оно необходимо для ребенка, если ребенок не может самостоятельно пока делать без этого. А скажите, а по времени, сколько это, это СССР устанавливает, сколько по времени ребенок занимает? Вот хотела на слайде показать, что все равно оценивается продуктивное время, которое ребенок может выдержать. Сейчас вот, по-моему, в коррекционной работе. Вот видите, у ребенка написано продуктивное время занятия 15 минут. У кого-то это продуктивное время 7 минут. Но это постепенно идет. Вот сейчас старшая группа, те, которые детки пришли в этом году, у них пока 20 минут. И, возможно, это будет до конца года. То есть во второй половине года мы будем стараться подвести к 25 минутам. Все будет зависеть от того, как будет идти этот процесс у детей. А скажите, вы носите изменения, вот там, что средства и долги творят. То есть изменения в программу? Да. Да. Ну и сколько раз завтра меняется программа? Январь и потом делаем анализ в мае. Три раза получается октябрь, январь и май. А если ли каждый раз вам подписывают? Да, если мы меняем существенно. Как классная часть системы? Или волны не меняются? Не знаю, как мы в этом году будем делать, потому что на самом деле получились объемные программы. Вот 20 страниц у одного ребенка. Но сейчас для нас это хорошее подспорье, потому что я говорю, что был проведен очень глубокий анализ каждого ребенка, всеми специалистами. Может быть, мы будем что-то менять. Расписание мы меняем, мы просто его как приложение прикладываем к этой программе. Если будут незначительные какие-то изменения, значит, может быть, в качестве приложения. Если значительные, значит, это будет заново написанная программа и согласованная с родителями, утвержденная. Все специалисты, да. Но в зависимости от того, если ребенок смыслный остался, то, конечно, здесь будет дефектолог держать ситуацию. Нет, так понятно. А пишут вот эту всю, кто печатает? И у вас, например, художественная физическая адреса? Нет, специалисты узкие однозначно свою область самостоятельно разрабатывают и ее вносят сюда. Воспитатель своим разрабатывает? Воспитатель, да. Закрепляется специалист на группе, который формирует эту программу, собирает всю информацию со всех специалистов. А когда праздники проводятся? Они проходят всегда с родителями? В празднике? Да, всегда. Уважаемые коллеги, я рада приветствовать вас на моем мастер-классе адаптивной физической культуры для детей с РАС. Мы не можем сразу перейти к изучению упражнений, методике обучения, особенностям, не систематизировав, прежде всего, наше с вами знание, понятие, что же такое аутизм и его признаков. Аутизм – это неврологическое расстройство, возникающее вследствие нарушения развития головного мозга. Самое главное – понимать, что аутизм не лечится, его не излечим. И наша задача – не давать надежды родителям, что, да, физкультурой мы вылечим аутизм. Нет, мы можем только поспособствовать развитию ребенка с учетом его физиологических особенностей и нарушения психики. Аутизм называют эпидемией 21 века. Да, аутизм прогрессирует с невероятной скоростью. Да, разные абсолютно статистические данные нам доказывают. Признаки аутизма также мы знаем. И сейчас уже диагностика в России и в мире все идет с минимальными шагами. И уже, в принципе, каждый родитель осведомлен, что это аутизм. И может на ранних стадиях его развития диагностировать у своего ребенка данные признаки. Причины аутизма абсолютно разные. Это могут быть и экологические факторы, генетические заболевания, экооплодотворение, неправильное питание, генетик, родовые травмы. Может быть все, что угодно. И разные ученые, и вообще люди. И на практике родители приходят с абсолютно разными причинами. Что же такое адаптивная физическая культура? Адаптивная физическая культура это комплекс мер спортивно-оздоровительного характера, направленный на адаптацию и реабилитацию человека с ограниченными возможностями к нормальной жизни, к преодолению психического барьера и осознанию необходимости своего личного вклада в социальное развитие общества. Нам очень важно это понимать. И небольшая ремарка. Для обывателя термин ЛФК и АФК одно и то же. Но мы как специалисты должны четко понимать, что мы рассматриваем именно адаптивную физическую культуру. Все мы знаем, что во время физической активности, физического воспитания, работа мышц способствует улучшению работы сердечно-сосудистой системы, дыхательной, улучшению развития центральной нервной системы. Основными целями обучения для детей именно с расстройством аутистического спектра являются развитие имитации, развитие выполнения инструкций, формирование организации движений в пространстве собственного тела, в пространстве вообще. Воспитание коммуникационных функций, коммуникация, социализация, связь с бытовыми навыками адаптивной физкультуры огромна. Также обучение аутичного ребенка выполнять упражнения без помощи взрослых. То есть мы его учим к самостоятельности. Наша цель прийти к его полной самостоятельности в выполнении движений. И первые два пункта развития имитации и стимулированной инструкции очень часто приходят родители с таким запросом. Я называю это продвинуть родителей, что, во-первых, они пришли на урок физкультуры и говорят, ребенок ничего не повторяет, он не имитирует за мной, он не понимает, что делать, он не понимает моих инструкций, пожалуйста, научите. И я отмечаю, да, что родители хорошо осведомлены, что физкультура необходима наряду с занятиями логопедом, дефектологом, остальными кружками. Без двигательной активности не будет такого эффекта и, возможно, даже вообще не будет никакого эффекта, если ребенок будет малоактивен. Задачи, исходя из поставленных целей, задачи представлены на слайде. Совершенство физическое состояние, стабилизация психоэмоциональной сферы, создание благоприятных условий. Естественно, у нас специально адаптированные физкультурные залы для занятий с детьми. Расширение кругозора и, конечно, социальные бытовые навыки. На первом месте я всем говорю, что, ребята, социализация на адаптивной физкультуре проходит на первом месте. Разберем, давайте разберемся, с какими же особенностями физического развития приходят к нам детки на занятия. Во-первых, внешние признаки. Как мы можем отличить аутичного ребенка от нормы типичного? Например, изогнутая рука. Так скажем, термин «пушистая ладонь». Да, может быть, замечали, что руки растопырены нелепо, заломанные пальцы, абсолютно как будто сломаны суставы. Если смотреть в движение, хват. Хват или вот такой, или вот такой. То есть нарушен синтез между функционированием ладони, как варежки, и функционирование просто управления пальцами. Из-за этого он не может... У нас вот самое первое, да, что отсутствует вхват. Отсутствует вхват вот из-за абсолютно этого. Также внешние признаки какие? Ребенок, если садится на пол, ладно, слишком раскрытие сустава. Все, колени сразу на полу, стопа выгибается перпендикулярно голени, гипермобильность суставов сумасшедшая. Из-за этого нарушение осанки, кривые позвоночники, нарушение шеи. И это также очень типично. Естественно, наличие стереотипных движений. Раскачивание всем телом, похлопывание, почесывание, повороты аутостимуляции, вращение вокруг своей оси, машущие движения кистьями, да, замечали, вот как крылышками. Это может быть просто так. Может быть только, когда ребенок чему-то радуется. То есть, да, эмоциональный всплеск и подъем на цыпочки. Ходьба на цыпочках вообще отдельная тема. Она может, может ребенок постоянно ходить на цыпочках. Может только, опять же, при аутостимуляции, при эмоциональном всплеске. Может ходить из-за, даже вот у меня есть такой сейчас ребенок, он ничего не говорит. И врач сказала, что отсутствие речи заменяется ходьбой на цыпочках. То есть, когда он начинает в вокализации свое, он сразу стоит на цыпочках, а так нет. Вот тоже связь. То есть, тоже здесь очень много разных причин, может быть. И как следствие, как следствие комплексных нарушений, что мы видим на физкультуре? Неправильно, не могут рассчитать детки расстояние, не могут рассчитать правильную высоту, то есть, не могут вовремя остановиться, не могут слишком сильно бросать мяч, слишком слабо бросать мяч, не могут бросить мяч вообще. То есть, нет вот этого движения, что отпусти. Да? Мы говорим, Матвей, брось мяч, давай, что же ты, брось? И как, что мы делаем с ним сразу? Мы подходим сзади, и действительно, можно почувствовать, насколько сильно они держат мяч, насколько мышцы в гипертонусе. Мы своими двумя руками составляем одну руку, чтобы он просто отпустил мяч или набросил на кольцо, например, на предмет и так далее. И прежде чем воспитывать физические навыки ребенка и развивать его физически, мы должны спросить у родителя, а что, когда приходит, он к нам на занятия, скажите, пожалуйста, а что ребенок не делает в жизни? Из социально-бытовых таких упражнений, так скажем. Он говорит, вот он не может открыть дверь у меня, вот он вообще, вот у него нет вот этого. Он не может одевать носки, я ему одеваю. Я говорю, а, ну, как хорошо, что вы пришли именно сюда. Потому что, что это за движение? Да? Тяга к себе. Тяга. То есть, абсолютно неразвитая сила мышц спины, плечевого пояса. И, исходя из этого, какое дело будет? Что нам самое главное правильно поставить цели. И запросы от родителей, мы должны очень тесно работать с родителями и давать домашние упражнения. И, ну, это в идеале, да, чтобы повторяли, и приглашать их на занятия. Но самое главное, нам не... Наша цель, понять, что наша цель не это не спортивные рекорды, а это повысить уровень качества жизни ребенка. И помочь ему просто существовать, и одевать на носки, и открывать двери. Также нарушен тонкий язык тела, проприоцепция. Да, вот, опять же, ребенок... Проприоцепция, что нам помогает делать? Помогает пройти по комнате с мебелью и не врезаться. Помогает пройти ровненько подорожки, держать карандаш, залезть на лестнику. Аутичный ребенок в основном у всех проблемы с проприоцепцией, да, вбегает, например, в спортивный зал, первым делом, что он делает? Врезается в стену, он ищет этих ощущений. Или, например, или совсем не может, или может очень хорошо залезть на шведскую стенку, залезает, прыгивает, кувырок, прыжок, ударился, и опять же, он ударился и бьет других и себя. Не для того, что это, там, ему, ну да, он ищет ощущения, потому что его отсутствует, отсутствует проприоцепция вообще. И нам нужно специальное движение, специальное упражнение ее возрождать. Какова же наша задача? Я уже сказала, да, что упражнения наши напрямую на физкультуру связаны с бытовыми, напрямую связаны с бытовыми навыками ребенка в жизни. Основными навыками, которые мы учим детей. Ходьба, бег, прыжки, метание, лазание, равновесие, согласованность движения и координация, синхронность, да, потому что там, так, делаем двумя ручками, нет, не двумя, над этим тоже мы часто работаем. И если разобраться, то, что это за навыки в жизни, опять же, сразу перекладываю на обычную жизнь. Ребенок на площадке, нормотипичный ребенок с легкостью, да, идет и играет на площадке. И ребенок с расстройством аутистического спектра. Во-первых, площадка, дети, коммуникация, да, все, для него это уже перейти, чтобы туда зайти, надо преодолеть себя. И что мы видим? Ребенок просто не умеет самостоятельно играть. Мы учим ребенка играть. И он не умеет залезть на шведскую стенку. Он не умеет, наоборот, скатиться с горки. Он не может взяться за что-то, да, что-то покрутить, потому что отсутствие всех, казалось бы, простейших навыков. И перейдем уже к примеру. Казалось бы, элементарно, да, вот залезть на лесенку. Какие проблемы? Давайте посмотрим, как ребенок залезает. Обратите внимание, да, рука, нет ухвата, нет хватательных движений. Остановимся вот здесь. Вообще, шведская стенка, когда у нас появилась в этом году в спортивном зале, я была очень рада. И сразу всех, как конвейер, все классы, всех начала, все начали пробовать залезать. Я отметила, что каждый ребенок, каждый, у каждого нарушена согласованность движения, или он очень боится высоты, или он подходит, он абсолютно не понимает, что ему надо сделать. Про технически правильный хват я вообще молчу, да, что нужно нам держаться так. Нет. В основном, ладошки вот так. И распространенная самая ошибка, локоть. Опора на локте. Ну, и если ребенок взрывальный, то проговаривает, что вот так высоко, если там какими-то фразами из мультиков, то есть вот что страшно, и залезть еще залезть, а слезть, ну, тут техника безопасности. На самом деле, я тут и спину накачала и руки, потому что каждый ребенок, когда мы с ним вместе залезали, обратно, первые, первые, первые разы выполнения упражнения, он только свалился на меня, отпускал все, и если меня ко мне было, он все это так же сделал. То есть он не понимал, что я там сзади страхую, что нет. Просто вот туда залезли, залезли, вниз, это еще сложнее, чем забраться. Поэтому очень важно гармонично, всесторонне развивать, именно обучать сначала основным навыкам для жизни. Формы обучения. Мне посчастливилось поработать в разных формах, побывать с разными формами обучения, индивидуальные я веду занятия с детками, без родителей, групповые форматы школы, и групповые с родителями. Я веду фитнес-кружок, детский фитнес называется, и там занятия происходят с родителями. Разберем подробнее каждую форму. Индивидуальное, конечно, во-первых, ощущение ребенка на занятии, ребенок спокойно. Мы все знаем, что дети чувствуют себя комфортно в одиночестве, у них проблемы с коммуникацией. И все, занятия проходят спокойно, и можно отрабатывать именно технику, что важно, как тренера, что работа над техникой. Здесь, да, можно давать сложные упражнения, и уже работать над этим. Групповые в школьном формате. Групповые в школьном формате очень интересно. Вообще все интересно. Вообще работа настолько творческая, и каждый день происходит что-то новое, и каждый день ты придумаешь что-то новое. Нет определенной программы, и это очень здорово в нашей работе, вот в адаптивной физкультуре, именно с детьми с рас. Групповые занятия в школьном формате в классах от 4 до 8 человек, и наличие тьютера 1 или 2 на класс. Вообще наличие тьютера это такая тема злободневная для расстройства аутистического спектра, потому что по-хорошему, даже если ребенок высокофункциональный, тьютер нужен каждому ребенку. Тогда занятие будет, естественно, идеально, и по техническим характеристикам, да, можно. Ну, к сожалению, один или два тьютера у нас есть в школе, и что здесь мы отрабатываем, мы здесь отрабатываем дисциплину, коммуникационные навыки, умение работать в команде, и, естественно, в основном игровые моменты, то есть такое. И групповые с родителями, с примера, кружок детский фитнес. У каждого ребенка есть родитель, группы, также может быть 8 человек, естественно, все проходит спокойнее, потому что у каждого тьютер, понятно, что хорошо тренеру, хорошо ребенку, но тут я хотела бы обратить ваше внимание, что хорошо, очень полезно родителю присутствует в занятиях именно для их восприятия и для их познания. Во-первых, посмотреть, какой урок проходит, что мы там делаем, это понятно. Посмотреть на своего ребенка и, к сожалению, да, открыть глаза, потому что все равно родители думают, что, ну, на самом деле все хорошо, у нас только речи нет. А то, что в школе у нас у вас происходит, это вы все врете. А когда родители приходят и даже при родителе видят, что ребенок показывает свое нежелательное везде поедение просто при входе в дверь спортивного зала, вот это уже полезно. Я думаю, вы со мной согласны. И, конечно, что хотелось сказать, на что обратить внимание, что на физкультуре мы отрабатываем не только физкультурные навыки, а еще счет, цвета, размеры, умение терпеть, ждать своей очереди, смотреть в глаза, просить. То есть мы отрабатываем все в комплексе, что они проходят на остальных занятиях. Поэтому адаптивная физкультура это здорово. И вот упражнение буквально вчера сфотографированное. Жора, какое здесь задание? Жора, прыгни в желтый, то есть, во-первых, цвета, ждать. По моей команде мы отрабатываем здесь. Я его путаю. То есть все, работа мозга идет сразу, работа во многих плоскостях. В общем, и самое классное, что можно придумывать все, что хочешь. И каждое упражнение можно усложнять, можно упрощать, можно менять. Но главное плавно, чтобы совсем не создавать для ребенка стресс. Особенности методики обучения. На слайде я выделила основные, по моему мнению, основные аспекты, без которых урок, в принципе, построен, быть не может. Мы подробнее пройдемся по каждому, начиная с построения учебного плана. Построение учебного плана. Ну, во-первых, ребенок с раз непредсказуем. Можно так сказать. И, естественно, учебная программа не может быть составлена без учета индивидуальных способностей и индивидуальных особенностей развития ребенка. что и норма типичная, что и ребенок с раз. Но здесь, что хочется сказать, он может быть физически хорошо развит, физически хорошо подготовлен. Но поведение, то есть нам нужно понять, что с чем мы будем при первых полугода заниматься? Коррекция нежелательного поведения или сразу учить приседать? То есть понимаете, да, о чем я? Тут и надо не спеша, все будет, но не сразу. Коррекция нежелательного поведения это первая проблема, с которой мы сталкиваемся. Использование визуальных подсказок как раз нам в этом помогает. Визуальные подсказки. Сейчас мы разберем, как работает, как в ходе урока в нашей карточке. Но хотелось бы начать с того, с чего начинается урок. Начинается урок с приветствия. Приветствия. Дети не вбегают в зал, да, как сумасшедшие, не садятся, не залезают на лестничную, на лесенку, все не сшибают. Они строятся перед дверью в зал и могут выбрать. Кто-то выбирает, кому-то надо пока что подсказывать, да, и я говорю сама, что мы можем выбрать? Помахать, дать кулачком, очень любят это детки, кулачком взорваться, обняться. Кстати, я думала, что никто не будет выбирать обнимание. Выбирает. Выбирает, и все больше и больше. Я прям очень радуюсь, потому что, ну, все мы знаем, что дети неконтактные, да, а вот как мы все равно выбираем. Да, пять, плюс проговаривают, плюс сразу же контакт с ребенком и зрительный, да, потому что обязательно посмотрели, все посмотрели и выбираем, что выбираем. Эту методику придумала не я сама, а увидела на американском сайте про аутизм, там детки приветствия, вот еле заснула, сразу нашла эти карточки, еле заснула, чтобы, смысл, скорее бы мне приехать в школу, скорее бы все распечатать, гуминировать и уже пробовать. В общем, супер, и сразу дети спокойные. То есть педагогический момент, что все, дисциплина, она уже с первой секунды только у двери. Они успокоились, пошли спокойно все или в зал. Когда дети садятся в зал, коллекция, дисциплины, туда же, прислужили, да? У нас существует школа в грузине. Как только дети пришли, мы сразу, на каждый класс, на каждый ребенок есть карточка с отображением и имя, 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 имя. Сначала с отображением имя, 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 потом наша цель прийти уже просто в те, кто. Да, по мере обучения идут. И как работает этот шкал поведения? Артем пришел, во-первых, сразу же, да, ребенок настроен на вас. Артем пришел, и он должен их вернуть, или я пришел. Да, мы всегда говорим, я пришел, отрабатываем я в концепте. Пришел, я пришел, пришел, Дима пришел, пришел, молодцы, и все. Мы ведем себя хорошо, спокойно, да, да. Давайте посмотрим, ребята, правила поведения, что мы отрабатываем. Слава у нас, да, представлены. На этой культуре я не плююсь, не плююсь, не плюю чужое. Это вот основные, да, но для каждого класса тоже индивидуально. К тому-то подходит, что я не, а кто-то наоборот, что просто я спокоен, я играю вместе, я делюсь, я люблю себя хорошо, спокойно, и общие правила можно я занимаюсь и в конце получаю приз. Все взаимосвязано, да, приз. Получить приз можно только на шкале отлично или на шкале хорошо. и как работает в ходе урока вот эта система. Так, Дима, например, все разминаете, Дима не положит. Так, Дима, плохо, посмотри, ну не разим, вот так вот. Дима, смотри, что ты плохо. Нет, подводим ребенка, берем, берется, берем, мы, самое важное, что мы должны подвесить отсюда и объяснить. Дима, посмотри, ты ведешь себя сейчас плохо, сказать ему, что ты делаешь, ты лежишь на полу, плечишь, я, прямо так, я сержусь, потому что нарушен, расприятие эмоций другого человека у детей сразу и всегда вот эти смайлики ваши эмоции мы подносим к своему лицу и показываем. Я сержусь. Все, я не знаю, что они могут не получить нахлейку, продукт, ну это, на начале он не ожидает, а наше цель, конечно, поощрений продуктова подходить. Надо ли этот продукт игрушку, в общем, все, что, все, чем мы вообще, он не получит. Ну, и дети стремятся оказаться, естественно, на шкале отлично. В конце урока в принципе все всегда здесь оказываются, опять же, все проговорили, что так, вы себя хорошо любили, все сделали, сделали кто-то, молодцы, хорошо, спокойно, всех сюда надо, как всех, по-честному, я все же за справедливость, я себе ребенок радостно плохо вел, все, плохо, и очень полезно получить двойку, не получить приз, вот на прошлой неделе второй класс получил двойку, и у нас была женщина прибавая, потому что мы все знали, что действительно, что два существуют, и в дневнике у них была запись, что была двойка, и сколько лет, и очень полезно, на следующий урок все сразу, «Парина Викторовна, мы пятерки получим, ебаную, что-то посмотрим», и у них это охлаждается, и очень, очень, очень полезно, также желать поведения, не всегда эти ни единого лагеря, и все, все молодцы, всех люблю, все счастливы, отлично, строимся, ведем класс, работает, уже детально, более, когда объясняешься, врача питания, например, индивидуальные занятия, да, вообще, как и только объяснить, что, почему он должен сесть на скамейку, отдохнуть, посмотреть, сначала упражнение, потом отдыхать, да, как мы отдыхаем, сидеть, ждать на скамейке, и молчать, и вот это, конечно, очень, очень тяжело отрабатывается, опять же, не желательно, не желательно, не желательно, и деньги, здесь, для более взрослых, ребят, это прилипся в сфоку функционале, что тут же, если я устану, создусь, я хочу пить, человек, я скажу тренеру, то есть попросим, да, мы здесь тренируем, и смогу отдохнуть, мы здесь тренируем, в конце вы можете подойти, я вам еще подробно расскажу, все, все, все подумаю, и все, вы отрекуете. В ход урока, очень мало важных участий, мы всегда, здесь, задействуем, все мы подскажем, подошли, перед каждым уроком, построились, что мы будем делать, я строюсь, скажу, бегаю, делаю заданку, задание, задание может быть много, и надо терпеть, чтобы задание кончилось, пока не скажет учитель, играю, убираю, сажаюсь на лавочку, прощаюсь, или получаю приз, там, да, если у вас есть призывы, и до перерыв, наша цель, у тебя всех поощрений, которые, как бы, именно физические, и все против, молодец, ты опять, скультура закончилась, ты все сделал, просто похвала, и ушел на перемен, и как это работает, построились, выходили, побегали, подошли, дышим, так, мы построились, построились, молодцы, выходили, побегали, побегали, все, и каждый раздел, отмечаем, вместе с ним, мы находимся, не просто так, где-то они там будут, где-то они построены, где-то они подходят, и желательно, чтобы вообще сам ребенок, из индивидуально, молодцы, чтобы они сами представляют. Ну, в зале подсказки очень помогают, естественно, наша цель от них уйти, да, чтобы ребенок самостоятельный, но, всегда эти красные, флажки, они должны быть, и ребенок очень хорошо реагирует, и дисциплина очень хорошо контролируется подсказками. Ход занятия мы разобрали здесь, как работает эта шкала, вернемся к особенностям использования поощрений, в принципе, мы тоже с вами разобрали, да, естественно, я как тренер еще и взрослых, и фитнес-тренер, а когда я вижу, что дети постоянно жуют эти конфеты, естественно, у меня сердце кровью обливается, да, то есть, от поощрения максимально, если они есть, то это какие-то постные печенки, ну, совсем такие упрощенные варианты сладкого, и наша цель отойти от этого всего. Поиск мотивации выполнения упражнений. Очень важная вещь, и работа с жетонами, никто ее не отменял, на физкультуре она может применяться таким образом. Нам надо объяснить, нам надо заинтересовать ребенка. Ребенка должна быть интересна, и он должен понимать, в принципе, да, почему я это делаю, и где начало, и где конец упражнения. Так. Секундочку. Объясню, здесь выполнено, здесь сняты уже конец упражнения, это была, это была полоса препятствий, где сначала ребятки ходили по бревнышкам в разных положениях, и потом подтягивались по сканейке. В чем смысл работы с жетонами? Две корзинки, это могут быть корзинки на групповом занятии, да, чтобы было удобно. Или это могут быть цели, да, где просто сначала пять мячиков, например, количество кругов соответствует мячи, ребенок пришел, так, в одну цель поставил, сделал кружок, еще вторую, так. И тут же опять можно отрабатывать цвета, да, можно сказать, коля сейчас, ты берешь мячик, кладешь в красный кружок, ну и так далее. И, когда сначала количество кругов соответствует количеству мячей, ребенок знает, сделал, переложил, смотрит, еще остался, сейчас посмотрим. Подтягиваемся, все, да, на это, понял, что все. смысл понятен, да? И можно также жетоны, палочки, также хорошо использовать, если упражнение не требует задействованности двух рук, чтобы мячик был у ребенка в руке. То есть еще подгрузили, да, немножечко, маленькими шажками усложняем. формирование я-концепции. Очень важно, потому что у них отсутствует ощущение себя, да, как личности, отсутствует физического ощущения я, и мы всегда проговариваем, я иду, я строюсь, я сижу, я молчу, и всегда, всегда мы проговариваем. И когда кажется, что, ну что, говоришь ты сам себе, и говоришь, а потом он раз и сказал. Я сижу, я спокоен, и действительно их это настраивает на правильное выполнение действий. Мышцы постоянно нужно удивлять, постоянно усложнять упражнения, соблюдать принципы построения тренировочного процесса. Опять же, как фитнес-тренер, я не могу не заметить того, что все основы, изучены биомеханики, анатомии, да, я еще выпускница Руговка, физкультурного и спортивного университета, и все, абсолютно все то, что для взрослых мы применяем в построении тренировки, абсолютно так же работа для детей. И прогресс, главное принцип перегрузки, правильно дозировать нагрузку, усложнять упражнения, и вообще перед детьми необходимо ставить цели не трудные, и выполнять их, и они обязательно все сделают. Главное верение, конечно, и терпение. По ходу занятия и урока. Визуальное расписание, мы посмотрели с вами, как работает, вне зависимости от формы занятия, это фитнес-занятие или урок, везде принцип один, построение, ходьба, бег, разминка, основная часть, игра, заминка, построение, прощание, построение, можем учить полгода. Так же, и построение как? Так построились, как у нас в школе было, да, построились, стали на красную линию, носочки подровняли, там ровненько все встает. Нет, ребенок приходит, когда на начальной стадии, начальной стадии обучения, они приходят, они, во-первых, надо научить, что сидим на скамейке, ждем начала задания. Как построиться? Стали цветочки, куда нам надо. Делай так. Не говори, что так, сейчас он будет устроиться, а упрощаем, поснимаем, упрощаем все уравнение. Делай так. За ручку сначала поведете, делай так. Какой ты молодец, хорошо стоим, если ребенок, если вы, когда начали, сначала поощряем. То есть все, ты хорошо стоишь, молодец, далее, вниз. Потом сели, опять, хорошо сидишь, что я это показываю, карточки сразу, что сидишь, молодец, тут, построились, построились. Делай так, это божественные два слова, на которые, на которые строится все обучение имитации. И упрощай, 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 не надо, что вот сейчас мы сделаем там руки вперед. Нет, делай так, делай так, делай так, делай так, сначала только так. ходьба, бег, абсолютно так же. У нас есть чудо-веревочка, чтобы как, надо, не построить, и чтобы они шли по залу, друг за дружкой. У нас есть веревочка с узелками. Каждому ребенку даете узелок. Каждый держит, да, во-первых, вот уже хваст срабатывается. Держу узелок, держу узелок, каждый раз держу узелок, встали, и за учителем шагом марш, и идем, друг за дружкой, каждый держит, держит узелочек, и таким образом мы и отравдаем настроение, и ходим друг за дружкой, начинаем срабатывать. Естественно, потом отбираем наш тель, от всего отойти. Разминка. В разминке уже начинаем видеоряд. Разминка, во-первых, в движении. Просто как все проходит. Это уже, это дошкольники, второй год обучения. То есть уже ушли от веревочки, но я все равно делаю с ними упражнения постоянно. Это уже супер. Мы уже научились. Хорошая имитация. Да, и на носочках, все делаем. Использование визуальных подсказок на разминке на месте. Общеразвивающее упражнение. Во-первых, или на следочке, также вы расставляете следочки, или мы ставим обручи, и каждому ребенку подносим картинку. Стой на месте, повторяй за мной. Стой на месте, повторяй за мной. Стой на месте, повторяй за мной. И что интересно, насколько у них четко идет анализ картинки и восприятие. И как они воспроизводят это. Досконально. Вот нарисовано там, повторяй за мной, у меня руки в сторону. Вот посмотрите, как они сейчас будут смотреть и делать. И пока не покажешь другое, что ручки на пояс, делать так. Или когда показываешь упражнение, не картинками, например, иду по бревну, и если я иду, показываю, и не дай бог, я сама вот так уступилась, и потом встала. Все, все пошли, и пошли именно в этом месте. Абсолютно так же сделали. Вот такая особенность очень интересная. Растяжка. Ну, понятно, что у нас общеразвивающее упражнение, гимнастическое. Опять же, на начальных этапах может быть вообще одно упражнение, и мы уже сделали зарядку. Прибавляем по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть, долго, терпеливо, по чуть-чуть. Нагрузку соблюдаем. Основная часть это выполнение различных упражнений. Игра. Игровая часть, это, конечно, все мы знаем, что игровые, командные игры, особенно сложны для наших детей. и научить правилам тех же самых вышибал. Вот мы уже два года учим вышибалы, что убегай от мяча. Как научить, да? Там нет, там не идет речи о том, что тот, кого выбили, он еще и садится на скамейку. Нет. Мы второй год уже учим то, что, ребятки, надо убегать от мяча. И прогресс уже какой? Из восьми, уже пятеро действительно убегают сами, без помощи тьютера. То есть, маленькими шажочками мы все равно обучаем. И сейчас наша цель следующая, чтобы они не выбегали за пределы линии квадрата. Дальше, заминка. Заминка в каком смысле? Тоже упражнение, но спокойное, то есть, могут быть на координацию самостоятельные. Или мы делаем, даем свободное время на побыть самому собой, но в упражнении. То есть, мы и даем право выбора. Самокаты даем в конце, фитболы, беговелы, скейтборды. Вот на ходулек любят ходить детки. Потом в конце можете попробовать, что такое ходуле. Очень интересно. Это обязательно тоже часть. Ребенку надо отдохнуть, эмоционально разгрузиться. Далее, построение, прощание, раздача призов, похвала, все коллективно говорим до свидания обязательно, до свидания Марьины Викторовны желательно, и уходим. Про игровую часть вот хотелось бы отметить, в понедельник мы проходили стажировку с Еленой Александровной, и так это была первая группа, первый год обучения до школьники. И уже ноябрь, да, и там был мальчик, который за сентябрь и октябрь, он абсолютно отстранен был на физкультуре, он, ну, естественно, складывалось ощущение, что он и не смотрит, и не наблюдает, и ничего не делает, ему было неинтересно ни самокат, ни лесенка, залез на шведскую стенку, ни фитбол, ничего, абсолютно. Но тут, вот, не знаю, Влагалий Васильевна Дорн, методист, пришел, и вот Елена Александровна, может быть, появление новых людей спровоцировало, такой толчок, но он как начал залезать, да, подтвердите? Он как три раза залез на лесенку с правильным хватом, с правильным хватом, потом как взял самокат и как начал кружить с идеальной, с ровной спинкой, толчок, я говорю, господи, и все не зря, и самое главное, я что хочу сказать, что никогда не опускать руки, что наш процесс обучения, он очень долгий и скрупулезный, и терпеливый, мы должны запасить терпение и ждать, ждать, потому что обязательно, просто должно прийти время любого ребенка индивидуально, и хотелось бы перейти к упражнениям, посмотрим. Что хотелось бы отметить? Казалось бы, ну что тут такого? Ну спиной прошлись, вперед побежали. Во-первых, это детки, которые учатся по программе 8 и 4. Я думаю, вы знаете, да, эту программу, это тяжелое нарушение. Сначала у Матвея аутостимуляция была настолько сильная, что даже при выполнении, потому что он не мог держать мяч, у нас, к сожалению, видео не загрузилось, первое, где я могу потом показать, с чего все начиналось. при отбивании мяча, у него все равно аутостимуляция продолжалась, вокализация, то есть, абсолютно, пока не было осознанности. Здесь вы видели, мальчик спокойно бежал. С чего мы начинали? Во-первых, дети протестовали, что вообще, почему это мы должны строиться не вот здесь, а вот здесь мы начинаем, первый протест, да, все, нежелательное поведение на пол. естественно, мы начинали с тьютерами, потому что у нас были проблемы вообще научиться вперед ходить, а здесь еще и назад, то есть пространственно, да, ориентация пространства нарушена, через тоже нежелательное поведение с тьютерами, держась за ручки со всеми, шли назад. Потом, когда они поняли, что можно держать вперед, а это они любят, они не могли дождаться вот этих 10 секунд моего счета, и середины зала начинали убегать вперед. это скорректировали хорошо, потом, потом мы отпускали руки уже самостоятельно, и вот к чему пришли, да, что, во-первых, ровненько они, ровненько хорошо идут, ждут команды, терпят, по хлопку бежим, и, заметим, да, не я вперед бегу, а они уже сами знают, и прибегают. То есть это уже высший пилотаж. Но через что прошли эти дети, какие они молодцы, конечно, дорогого стоит, оказывается, что, ну что, что тут такого-то, а также этот класс просто с тяжелыми нарушениями интересно работать, потому что, когда смотришь, что можешь делать, это как раз про постановку целей, да, что нужно ставить трудные задачи, и они обязательно их сделают. Подтягивания. Кирилл в прошлом году только нежелательное поведение показывал, физкультура вообще в зал не затащить. Вот что мы имеем в этом году. Я помогаю совсем немножко. Естественное движение в виде он сам, сам, сам к этому пришел и сам это делает. То есть подтягиваются, почему нет? здесь сложные нарушения, очень еще и в двигательной, не то, что не желает поведения, а здесь у него абсолютный гипотонус. И тут как раз то, что, то, о чем мы говорили, он не мог даже держать ручку, ничего, не открывать двери, абсолютно. То есть о висе, в принципе, и речи не шло. сам поднимает ноги, сам держится, хват стал такой. И этот мальчик ходит на занятия фитнесом, то есть с родителями. Когда папа пришел и увидел вот это упражнение, вот тогда папа сам ошарашен был настолько, что мы точно фитнес пропускать не будем и физкультура тоже, потому что когда родители видят, что происходит. Также хотелось бы разобрать такое элементарное упражнение, как ходьба. Ходьба вперед, ходьба боком, не вот так вот в разную сторону сбивая все, а ровненько, да, работа над походкой. Вот в сентябре, милаша, ходьба боком. Отсутствует связь, согласованность движения, что если бок, то надо с этой ноги начинать. Нет, сразу подворот сюда, не хотела ничего делать. Выполнение упражнения происходит только с помощью взрослого, с полной помощью взрослого, даже не частичной. Это сентябрь. И вот на прошлой неделе записано было видео. Сейчас, секундочку. Уже как проходит это упражнение. Я просто выкладываю веревку, я уже ей не говорю, что делать, чего делать. Она идет сначала вперед, потом вот такое. Я уже ей не говорю, что иду, проговариваю. Все, ребенок идет сам и боком. Ну, сколько было нежелательного поведения и сколько было, так скажем, моего эмоционального выгорания, потому что кажется, ну вот приходишь, ну опять, ну нет, ничего, ничего, ничего. Особенно это было на упражнении пресс, потому что абсолютно мышечный корсет не работал. милосе. Ну это жизненно необходимо каждому ребенку. И опять же в сентябре запись. Видно, что вообще не напрягается, ничего. То есть опять же в этой тренировке качала спину и бицепс я. И выходила мокрая. Вообще, конечно, преподавателя адаптивной физической культуры, чем хорошо наша работа? Мы всегда в форме. Мы всегда в форме, потому что после каждого занятия мы выходим мокрые, но довольные, счастливые и всегда подтянутые. И дополнительная тренировка в тренажерном зале не нужна, потому что тут столько энергии и калорий тратишь и действительно напрягаешься. Так видите, да? Что мы видим? Абсолютно нерабочий пресс совершенно. Прошлая неделя. Все равно, да? Я не хочу. Все равно протест, но сама. Я уже вообще не напрягаюсь. Я говорю, мелочи, я так потолстею. Все же мне теперь вообще не напрягаться. Все равно ей не очень нравится. Вот к чему мы приходим. И мой посыл сразу всем тренерам ждать, 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 терпеть, эмоционального не выгорать, потому что все будет хорошо, все будет. Только мы маленькими шажками к этому идем, но обязательно придем. И когда кажется, что все бесполезно, нет, не бесполезно, ничего. Опять же, да? Подтвердим стажировочку. хотелось бы перейти к сложным координационным упражнениям. Вообще проблема со скоростными качествами, со скоростью силовыми, с выносливостью, проблема со всеми физическими качествами. Вспомним, что у нас есть гибкость, сила, координация, выносливость, быстрота. Нарушено все. И нет такой связи, нет связи у детей, например, если пришел ребенок высокий и худой, что он обязательно будет, ну, как норма типичного, да, что, ну, наверное, здесь больше склад морфологический к легкой атлетике. Там, да, или вот в плавании можно отдать ребенка. Нет, здесь может быть прийти худой, такой рельефный и абсолютно ничего не делать. Гипотонус сумасшедший, не прыгать ни в высоту, ни в длину, никуда вообще не прыгать. Вообще, прыжки – это отдельная тема. Крыжки – это отдельная тема. Толчок с двух ног, прыжок, отрыв от земли. Нет. Прыжок на одной ноге, вообще прыгать. На наша самая цель, опять же, возвращаясь в детскую площадку, научить ребенка также прыгать. И это главный запрос тоже от родителей приходит, потому что не прыгать, не прыгать, не прыгать, но уже не удивляешься, потому что это самая главная проблема. И сложно координационные упражнения, типа челночный бег, игры, тоже, казалось бы, да, ну, что их использовать? Нет, надо. Ставим задачи разный, трудно. Бег зигзагом. Что мы тут проработали, во-первых? То, что, да, он сам делает все, это уже, это уже высокий уровень. Также проработали, счет. Все, картины, таблички с цифрками, раз, два, три, четыре, пять, шесть, все, математику отработали. По команде, да, только по команде начинаем упражнение или движение. И хотелось бы обратить внимание, как он дает пять. Видели? Пять, скорее убежать. Зрительного контакта нет. Это говорит, например, о сложности для ребенка. У него действительно он постоянно закрытые глаза, то есть он переступает через себя и насколько ему тяжело вообще существовать в мире и еще делать упражнения. То есть насколько тяжело это детям вообще что-то для них делать и какие они молодцы. и этот же класс хотелось бы показать упражнение частичная полная помощь, частичная помощь делать самостоятельно. Здесь все три этапа в одном упражнении показаны. Сначала с рукой я ему показываю, да, потом уже сам в глаза смотрит, с удовольствием давит пять, но тяжеловато с ориентацией и с двигательной активностью. Хотелось бы сказать про то, как мы можем упростить упражнения и сложные упражнения и вообще и использование значительных флажков. Упражнение челночный бег. Как нам объяснить, да, что до туда мы добегаем, линии касаемся, вернулся сюда, потом еще и все. Это уже финал упражнения, то есть сначала я вместе с ними бегала, вместе берешь за руку и все показываешь. А вообще как обозначить? Во-первых, начало следочки. облегаем конусы и на двух сторонах есть вот такие ладошки. У нас есть и ножки и ладошки. Чтобы от ручки коснулся, все, ребенок спокойно касается ручки, понимает, что ему делать. Давайте посмотрим, как... Смотрите внимательно, сейчас я спрошу, какие нарушения все равно есть. секундочку. Могу сказать, что он делает. Он бежит. Во-первых, тяжеловато остановиться именно на следочках, то есть или мимо, или не мимо, но хотя бы цель есть останавливаться, или совсем пробегает, ударится в стену. То есть, опять же, что, хорошая проприотерция, да, не может вовремя затормозить, но при этом, при этом всем ладошкой касается в любом случае и потом дает петь. Это все молодцы. Мы разобрали упражнения, да, примерно показали. Основные правила обучения в ходе нашего мастер-класса и в ходе упражнений в принципе были и озвучены, и проговорены. Давайте закрепим немножечко. Максимально упрощаем, упрощаем, упрощаем. И самое главное правило не поднимаем ручки наверх. Сначала да, делай так. Все, упрощаем полностью все. Медленно и четко проговариваем упражнения, комментируя их. То есть, когда мы уже отошли, а делай так, в разминке, например, наклоны вперед, назад. Медленно настолько, чтобы каждый понял, чтобы вы видели, если это групповое занятие, чтобы ни один ребенок не отставал. описывать просто, образно, да, мы говорили. И хорошо, да, например, если это индивидуальные упражнения. Так, говорили, что сейчас делаю? Ножки вместе, ножки врозь, и чтобы ребенок говорил сам. Очень тоже полезно. Хорошо, но это уже больше на логарифике, на музыке, с музыкой, со стишками. Все-таки физкультура, это физкультура. Все равно я просто за то, что раз, два, три, четыре, счет, счет мы проговариваем всегда. И помогать ребенку, и ободрять, и за малейшие успехи его поощрять. Ты молодец, молодец, всегда физкультура и вообще все занятия проходят эмоционально. Молодец, да, ты взял ручку, молодец, потому что наши цели, наши действительно успехи, они из крупиночек состоят, но они настолько приятные, что просто не передать словами. хотелось бы поднять, немножечко обсудить такой вопрос спортивной организации и вообще спорт высших достижений для детей с раз. К сожалению, все очень плохо и всего лишь три процента в спорте высших достижений, только три процента финансирования медального отчета выделяется на лиц с ментальными нарушениями. то есть опять же мы говорили в ходе мастер-класса, что ребенок может физически быть очень хорошо подготовлен, развит и может все выполнять, но поведение не угадаешь, поэтому в крупные соревнования не берут наших деток или там специально есть градация, что интеллект должен быть более сохранен на больше семидесят процентов, да, ну то есть к сожалению спортивных рекордов особо не не получится туда попасть, но как пример у нас существует специальная олимпиада, батутный парк неба, который занимается с детьми с раз, я была на тренировках, смотрела, ну конечно чудеса, работа с мужичком очень меня заинтересовала и даже возможно я наушная это все опишу и кандидатскую буду писать именно по этой теме, а сейчас я магистр спорта и вот хочу развиться дальше уже написать по аутизму и именно работать с батутами, то, что очень заинтересовало. Хрустальные классы, детки там занимаются фигурным катанием, также смотришь записи, смотришь видео, здорово, просто здорово развивается всесторонний супер, ИБИ-центры в каждом практически ИБИ-центре есть адаптивная физкультура и очень хороший сильный ИБИ-центр в Новосибирске Мозаика они делают на всероссийском уровне тоже семинары и и московские центры и везде есть физкультура просто надо спросить Федерация водных виду спорта тоже незаменимый вклад плавания физическое развитие ребенка утверждаю вам как кандидат мистера спорта по плаванию и что вода абсолютно лечит все ну как физически развивает и положительно влияет и на нервную систему и на физическое развитие и на тем более там можно выбрать и водный пол то есть можно и командные игры и просто плавание ну это немножко так конечно еще как пример и подводя итог что хочется сказать адаптивная физкультура способствует чему гармоничному всестороннему развитию физических качеств мы охватываем все физические качества и развиваем все снятие психоэмоционального напряжения мышечного гипертонуса гипотонуса с чем ребенок пришел то обязательно скорректируется и мы скорректируем при правильном подходе развитие мелкой и крупной моторики первичное нарушение да с чем тоже приходите сразу развитие согласованности движений координации ориентации ребенка в пространстве там мы тоже проговаривали повышение уровня социальной адаптации бытовых навыков и социальных на первом месте первое место наша цель это адаптация ребенка к нормальной жизни посредством выполнения физических упражнений развитие навыков коммуникации и умения заниматься в группе и подытожив вот это все хотелось бы сказать что например шахматисты казалось бы чем они занимаются да но тут только работа мозга работа мозга но у них в тренировочном процессе 5 тренировок в неделю в спортивном зале две из них тяжелая атлетика две из них ну там уже уже углубляться не будем но 5 тренировок в тренажерном зале то есть никакого не будет прогресса только только умственной деятельности без физической активности и нагрузки поэтому занятия опять же я повторяю занятия логопеды дефектологи изо там все кружки в совокупности будут хорошо очень работать с физической культурой движение это жизнь спасибо за внимание и от себя что хочу сказать я всем желаю специалистам которые работают с детками по физкультуре не по физкультуре совсем всем желаю терпения всем желаю творческой реализации творческих успехов вы занимаетесь очень нужным делом и наша работа настолько интересна что в принципе мне кажется мы все с вами на одной волне спасибо большое что вы посетили и какие вопросы если есть вопросы с удовольствием отвечу спасибо за вопрос а поощряются все да поощряются все подбираем мотивацию есть такие детки например если поощрение конфеты те которые не едят если ребенок не идет не ест но мы знаем что он заслужил и ты ему предлагаешь все равно он нет отказывается прям отказывается и все равно говоришь ну ты молодец дай пять и дай пять такая похвала но мы хвалим всех но и очень полезно опять же про черный квадрат когда мы хвалим всех да все получают приз и он должен увидеть что все вели себя хорошо и проговорить можно а ты приз не получаешь потому что плохо то есть для некоторых разработчиков достаточно увидеть себя например да 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 еще вопрос у нас ведется видеотрансляция и это будет на сайте да уже сейчас все спасибо вам большое да 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 по карточкам пожалуйста